Еще на прошлой неделе решением Совета национальной безопасности и обороны одновременно с введением санкций против юридических и физических лиц России, а также блокированием российских социальных сетей и почтовых сервисов. Хотя планы приостановить пассажирские перевозки пока официально не подтверждают ни в Киеве, ни в Москве, украинские собеседники и коммерсанты настаивают решение активно лоббировать секретарь СНБО Александр Турчинов и спикеры Рады, в общем, несколько спикеров Рады. Читайте подробнее об этом в Коммерсанте. Что нужно знать о программе реновации в Москве? Такой большой материал в «Аргументах и фактах». Они собрали все самые важные вопросы и, соответственно, пытаются и ответить на них. Инфографика там же с адресами, ну, кто еще не видел. Также публикуют это, напомню, «Аргументы и факты». Публикуют такую статью. Так, «Вечерняя Москва», пишет Сергей Собянин и мэр Рио-де-Жанейро, подписали документ о сотрудничестве между городами. Программа «Сотрудничество охватывает все ключевые трусли развития городов», начиная с вопросов экономики и заканчивая культурными мероприятиями. Подробнее об этом на сайте «Вечерней Москвы» 8.36, обзор прессы. «Внимание, внимание! Говорит Москва!» 94.8. Слушать, думать, знать правильные глаголы. «Говорит Москва!» Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Сережа, пастушок, поиграем, поиграем!» «Ранья, друг, Сережа, серебряный рожок!» «Восемь часов тридцать семь минут, четверг, 25 мая» «Восемь часов тридцать семь минут, четверг, 25 мая» «Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все это радио говорит Москва!» «Говорит Москва!» «И Дарья Кнор, ведущая этой программы!» «И Сергей Даренко, доброе утро всем и вам!» «Сестра моя! Здравствуй, сестра Анна из Королёва!» «День филолога, Сергей!» «Поздравляем, поздравляем!» «День филолога, Сергей! Не забудьте, остальное тлен!» «Спасибо, сестра! С днём филолога и тебя, сестра!» «Это прекрасно, это прекрасно!» «Слушайте, а правда, а язык у нас хороший?» «Да, вот как раз до эфира мы с вами...» «День филолога, профессиональный праздник людей, посвятивших жизнь филологии» «Отмечается в нескольких странах» «Название группы дисциплин» «Сама наука филологии» «Название группы дисциплин» «Лингвистика, литература, ведение, текстология и так далее, и так далее, и так далее» «Филология сформировалась как наука в 17-17 веке в Европе» «Её предшественником была наука исследования, которое было...» «Я вчера видел человека!» «46-й регион» «Так» «Я подумал, он слез с дерева» «Посмотри, мне 46-й, я так не догадался» «До дома не доехал, поэтому я подумал» «Я просто смотрю, в 17-м веке уже была наука филология» «Можете представить?» «Курская область» «Курская область» «Я видел человека, товарищи!» «Господи, поймём!» «Ва!» «Это был...» «Этот самый...» «Ети» «Шкода-Ети» «Не «Шкода-Ети» «Это был...» «Но он из лесу вышел, был сильный...» «Я видел человека...» «А, вы не на машине сидели?» «За рулём машины сидела обезьяна!» «46-й!» «Я клянусь, я вчера видел человека!» «Она реальная обезьяна сидела!» «Реальная обезьяна гамадрил!» «46-й регион!» «Реальный гамадрил!» «Я уже...» «В семнадцатом веке в Европе сформировалась филология!» «А этот из 46-го региона сидел ещё, обхватив стволы хвостами!» «Они стволы обхватывали хвостами!» «Объясните, почему?» «Они сейчас спали на деревьях, и чтобы не упасть, стволы обхватывали хвостами!» «Понятно?» «Ну, чтобы поплотнее, как говорится, сидеть поплотнее!» «Прижаться, да» «Стволу, чтобы не упасть!» «Уже там тигры бродили!» «46-й регион!» «Ну, не кретин!» «Настоящий кретин!» «Я еду на мотоцикле между рядами!» «Эта скотина...» «В хорошем смысле я не пытаюсь его оскорбить!» «Эта скотина спокойно влево вот так...» «Значит...» «Не-не-не, нормально!» «Серёжа идёт аккуратно 40-50 км в час!» «На третьей-второй передаче, так сказать...» «Прижимая сцепление где-то всё!» «Значит, я оттормаживаюсь, подъезжаю, заглядываю в это лицо...» «В это лицо!» «Мать!» «Облик человеческий чушь этому существу!» «46-й регион, клянусь!» «Я посмотрел 46!» «Думаю, боже, надо узнать, где эти люди!» «И объезжать их хотя бы за 100 километров!» «Курская...» «Курская область!» «За 100 километров надо взять карту!» «Очертить 100 километров вокруг Курской области!» «Потому что это существо одно!» «Нет, остальные куряне приличные люди!» «Наверное, мы не знаем этого!» «Но этого мы видели!» «Оно же вернётся назад в 46-й регион!» «Оно же вернётся назад!» «И оно же там будет обитать!» «Обхватив стволы хвостом!» «Оно там будет обитать и впредь!» «Понятно, надо объезжать это место!» «Это кошмар!» «Ужас!» «Надо патрули выставить по границе Курской области!» «Существо её никогда не покинуло!» «Оно должно туда вернуться!» «И там сгинуть, обхватив стволы хвостами!» «Понимаете?» «Это какой-то ужас!» «А филология уже к тому времени была!» «Но они сидели на деревьях там у себя!» «Понимаешь?» «Ну хорошо!» «Я про филологию!» «Филология формировалась как наука в 17-м веке в Европе!» «Пока эти чудовища из 46-го...» «Хорошо!» «Её предшественником была наука, предметом исследования которого были язык, история, культура и философию!» «Но это не касалось 46-го региона, нет!» «В 3-м веке до новой эры появились первые комментарии к текстам в Греции и Древней Индии!» «Слово филологии встречается у Ломоносова не менее трёх раз!» «Пожалуйста!» «У-ху-ху!» «Какой ужас!» «Нет, я вижу, я перенимаю язык 46-го региона!» «У-ху-ху-ху-ху!» «Это, ну, мне хочется подражать им уже!» «Конечно!» «Мы же вчера познакомились!» «Найти общий язык надо!» «Найти общий язык, да-да-да-да-да!» «Взаимопонимание!» «Хорошо!» «Значит, филология!» «Тебя удовлетворяет качество русского языка в этой стране?» «Я сказал, в этой, потому что мы исследователи!» «В данной стране!» «В данной стране!» «Возьмём их пинцетом и скальпелем, нет, скальпелем потом!» «Сначала мы прижмём их пинцетом, а потом уже скальпелем пройдёмся!» «Скальпелем их!» «Русский язык хороший у нас?» «Прекрасный русский язык, но мне трудновато говорить «дверь, дождь» «Дверь, дверь, дверь» «Дверь, по-московски дверь, дверь» «Дождь и булочная мне не даются» «Ну, Таракуша, ты должна смириться перед палатализацией гласных!» Полотилизация согласных, простите. Я преклоняюсь перед полотилизацией гласных. Согласных, согласных. Полотилизация гласных не существует. Да, просто первый раз слушает слово, видите, полотилизация, ну смягчение, я умоляю. Зачем же? Но ты же филолог? Да, великий. Нет, а что ты изучала, объясни? Какая твоя? А, так ты не филолог? Она не филолог. Боже, о чем мы сейчас говорим? Она не филолог. Ой, она лингвист Здравствуйте Доброе утро, Сергей Это Гурген Видите ли, я придумал тест на хамство Незнание родного языка Ну, в частности, двух иностранных слов Которые уже исторически стали абсолютно русскими Это паштет и бутерброд Вы говорите паштет или паштет? Паштет и бутерброд Это хам А вы как говорите, дайте же урок людям Прошу вас Ну, просто дело в том, что когда паштет назывался патэ Он назывался патэ Это было из французского языка Паштет, естественно, произносится вот именно так, как я сейчас На хох-доч Это уже немецкая обработка этого слова А что касается бутерброд, которого не существует в Германии Естественно, в немецком языке, я имею в виду Существует братбурст Что значит вуз И братская братина, это значит жареная Жареная колбаса А такое вещи, как бутерброд, это чисто русское изобретение Бутерброд И логично, да Логично следовать тому правилу Вы знаете, вы как человек утонченный Вы на самом деле человек очень тонкий, очень образованный Я все понял Нет, бутерброд, бутерброд Ну масло с хлебом Нет, все понятно, все понятно Но вы как человек, ведь вы можете расставлять ловушки для ваших собеседников Такие тестовые ловушки В которых они запутаются неизбежно Потому что вы человек тонко чувствующий А есть люди, существа гораздо более грубые И, так сказать, менее образованные Меньше извилин У них меньше знаний Понимаете? Вот есть проблема Видите ли, мне кажется, что есть еще один тест На знание уже, собственно, родного языка В его исхонно-посхонных глубинах А именно Это двойное отрицание НИ, НИ Сейчас тиражируется ошибка Когда молодые корреспонденты различных СМИ говорят НИ Вот такого двойного отрицания не существует Не-не, да-да-да-да, я тоже это слышу Но есть возрастные вещи Например, есть поколение Есть поколение, которое говорит Минет А есть поколение, которое говорит Минет Вот вы как говорите? Минет или Минет? Я предпочел бы и тот, и другой вариант Но не Минет никак Хорошо А бассейн или бассейн? А также плейт вместо плота Сэйшн вместо сэшна И многое другое Спасибо, Макрон Бассейн или бассейн? Да, поколение Сказать, ты говоришь Минет или Минет? Я вообще не говорю это слово Я умоляю Хорошо, если бы тебе пришлось Если бы тебе пришлось сказать Сказать, тогда бы сказала со смягчающим Минет Да Бассейн или бассейн? Вопросы поколений, понимаете? Свитер или свитер? Ну, свитер все-таки Ну, свитер и бассейн Да, бассейн Ну и бассейн Не бассейн же, ну Спасибо Мне уже стало как-то стыдно Ну, нет, ну, а хорошо А четверг? Есть еще такое чисто питерское Это семь Не семь, а семь А это самое А грешневая каша? Нет А булочная? Нет, булочная А дождь? Дождь 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 Питерский дождь Это у нас и дожди Вопрос, вопрос, вопрос Не в питерскости Вопрос к стремлению к агглютинации Ты просто не знаешь Ну, хорошо Ну, что делать Не москвичи Да Говорят Дождь Понимаешь, вообще Вообще Кастрюля Хорошо Привет, люди У нас весна Моем машины Говорит Серега из Надыма Не радуйтесь, пожалуйста, Серега Может, еще нагрянет зима Вы начните мыть машины Не ранее 15 июня Мы про Надым Про вас знаем 15 июня Вот и начните Вот и начните Вверх Вверх еще Вверх 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 Тула Рязань Говорят Ехай Москва Говорит Поезжай И тоже Но в Москве тоже Ехай Есть В Дяге Просторечная Поезжай 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 Же-же-же Там Поезжай Поезжай Да Это Москва Меня долго ломали Издевались Я говорила До 25 лет Крем Не Крем А Крем Просто Крем Но меня сломали Теперь я говорю Крем Потому что невозможно В этой стране говорить Крем Грамотная речь Грамотная речь Для патриотов Выдает пятую колонну Всех вас перестрелять Вот в 45-й Очень правильно Грамотная речь Безусловно Я москвич Никогда не говорил Дожди Вы родились Понимаете в чем дело Ваша жизнь была Исковеркана Значит влиянием Каких-то родственников Что вы говорите Сейчас у вас Знаете что сейчас бывает Москвич А няня Хохлушка А няня Хохлушка И начинается Дала пила Спала Спала Дала пила И все Что такое Пила Мы не знаем что такое пила Это пила Воду Пила воду Она пила воду Слила Слила Она говорит Я ей дала Бутылочку Она пила Что пила Куда пила Зачем Что это значит Мы не понимаем А Значит няня Хохлушка И может Исковеркать Вашу судьбу А вы Могли достаться Вот москвич Который нам написал А вы могли достаться Какому-нибудь чудовищу Из Петербурга Могла быть Няня Петербурженко Да И это чудовище Исковеркало Вашу судьбу Ну а что Ребенок встречал Маму слов Паштет Интересно звучит Не поняла Я не поняла Это тоже Это тоже Хохлушки Обязательно Конечно Сейчас няня Все хохлушки Судьба всех Московских девочек И мальчиков Полностью исковеркана Они отчуждены От русского языка Навсегда Понятно Никогда не научатся Ничему приличному Да 737394 Вот нам звонят москвичи В массе Пожалуйста Здравствуйте Сергей Леонидович Дарья Кирилловна Доброе утро Меня зовут Приветствую вас Вадим 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 Владимирович Владимирович Если будет угодно Если будет угодно Мы постараемся Смотрите Значит Естественно бассейн Естественно свитер Спасибо И терпеть Да Даже терпеть не могу Когда говорят Компьютер Да Пенсионер Пионер Можно вопрос А вы Сохраня Вы боретесь За сохранение Старых норм Ну там сказать Кофе мужского рода Вот такие вещи Или Сергей Сергей По поводу Кофе мужского рода Когда мне говорят Что-то вроде Что кофе Можно и он И оно И каталог Нас трясет Нас трясет Меня трясет 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 Причем Трясет Да У меня Воздух вокруг меня Начинает электролизоваться Я тоже Слушайте Делается просто плохо Хочется выйти Хочется выйти на волю Такое ощущение Дышать Да Хочется отмыть руки Как-то Помыть руки Человек хочется удавить И когда тебе говорят Я Знаете Некоторые люди Вадим Владимирович А знаете В чем наше С вами отличие Вы Агрессор И защитник Вы 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 защищаете Территорию Собственного языка А А я Уступаю Всегда Вот у меня Я клянусь Я все уступаю Я уступаю Всю территорию языка Страны И все Я всегда всем уступаю Я говорю Засуньте тогда Эту Себе в задницу И ухожу сам У меня ощущение У меня ощущение Что я хочу помыть руки Принять душ Откуда-то Уйти от этой мерзости Но я всегда уступаю А вы боретесь Значит вы великий человек А я Слабак Я слабак Я слабак Ну не стоит Слабак Дело в том Что когда мне говорят Например Что Я говорю так Как мне удобно Вот это вообще Вот это вообще крайность Мне хочется С этим человеком Больше ничего общего Не иметь Никогда Да Это более чем отвратительно Спасибо 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 Люди делятся на эспрессо Экспрессо Вторых надо убивать сразу Нет вы знаете Дональд Оставьте экспрессо Я вам объясню почему А экспрессо Когда вы говорите Это так говорят Вы в Америке И в Латинской Америке И в Испанской То есть в Испанской В Испанской культуре И Даже в Американской В Американской культуре Вы услышите И так и так Ничего себе А? Да 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 Но это тоже Это связано с Испанским языком Понятно С Испанским языком Да я понимаю Оставьте Оставьте пожалуйста Поэтому Эспрессо Это итальянский А экспрессо Это Так говорят Испаноязычный Вы понимаете Что Испаноязычных Примерно в 10 раз больше А может быть больше Чем в 10 раз больше Чем итальяноязычных Понятно Так Значит Секундочку Слабо теперь Вы смеете посещение Нет Елена Искунцева Вдруг меня подначивает Чтобы я каким-то образом Выступил против религии Зачем вы Елена Искунцева Много раз говорил По поводу религии И сейчас быстро вам скажу Помимо филологии Вернусь тотчас К филологии Обратите внимание Значит Если У меня есть выбор Будут Люди Известных Социальных слоев Известных Социальных слоев Мочиться в моем подъезде Или Где-то бить поклоны В правильном месте Я всегда за то Чтобы они не мочились В подъезде Чтобы не мочились В подъезде И в моем лифте Чтобы не мочились Поэтому у меня Действительно Есть практическое Применение 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 религиям Я считаю Что они Как система организации Система организации Людей Которые Отвращаются Подобным образом От того Чтобы мочиться В моем лифте И считаю Что это очень правильно И я Всячески Приветствую Религии Приветствую Поймите Потому что Есть слои населения Которых нужно Как-то Спеленать И это Очень правильный Способ Мне кажется Очень проверенный В любом случае Очень проверенный Способ Елены Искунцева Разве нет Хорошо Черт Она мне испортила Филологию Это Елена Искунцева Елена Искунцева Взяла И сгадила Мне филологию Вот они Кунцевские 38 лет Жил в Перове А оказался в Перове В связи с этим вопрос А может быть Елена Искунцева Искунцева Я искал Елена Искунцева А так написано Кунцево Елена Пишите правильно Вы Искунцева Там А Буква А Из Кунцева Значит Я вам объясню Все один раз Слушайте Сегодня день филолога Я имею право Издеваться над вашими мозгами Мозги ваши Заскорузлые Мало тренированные Я так понимаю Секундочку Быстренько расскажу Значит На О Название Местности Всевозможные Населенных пунктов Если они Не несут Ударения Склоняются Если несут Ударения Не склоняются Понятно? Понятно Итак В Строгино К сожалению Хотя я говорю В Строгине Назло Значит Вам можно Я нарушаю русский язык Таким образом Глумлюсь Я бы даже сказал Да Значит В Строгино В Строгино Правильно Если несет ударение То нельзя В Строгино В Новогире В Домодедове В Домодедове В Домодедове В Шереметьеве Горжусь Горжусь Кунцевым Которая ходит Под Солнцевым Солнцевым Солнцевские Держат Кунцевских Вы знаете об этом Елена из Кунцева Что вы под Солнцевскими Ага Она не знает Хорошо Потому что Кунцево Это зона Которую контролирует Солнцево И так было И так будет И так пребудет Во веки Так вот Значит А? Да А вот Измайлово Которым я горжусь Измайловым Солнцево Не контролирует Нет Агальяновский Измайловский Было несколько группировок На самом деле Парочка Одна из них По фамилии Измайлова Бывшего спецназовца Ничего себе Да Был измайловец Спецназовец Который тоже держал Группировок Это никак не связано С районом Была и с районом Была и с районом Группировка Была и с районом Группировка Была Конечно Коптевские Мы гордимся коптев Нет Коптево Коптево Не коптево Мы гордимся коптевым Понятно, да? И также это относится К славянским названиям К Мехико не относится Мехикам Мы не гордимся Нет Значит Это относится К славянским названиям Например В Косове Где? В Косове Понятно, да? Все Наконец-то я вас замучил Дальше А? Поехали Чтобы нам совсем стало больно Гофрированный Не гофрированный Гофрированный И наращенные ресницы Наращенные ресницы Через А Не наращенные А тут растить Да Наращенные Наращенные ресницы Сегодня день филолога И мы имеем право Сделать вам Больно Подъем В движении Нет, они на кого не возымеют Никакого действия не возымеют Никого это не сподвинет Говорит по-русски Они будут Говорить на своем Суржике На суржике Они будут продолжать Говорить на суржике Они будут продолжать Говорить на мерзком языке Значит и так далее Своем Мы их понимаем Они нас нет Это прекрасно Понимаешь? Потому что мы говорим На жреческом языке И простой народ Нас не понимает И это хорошо И это хорошо Мы можем общаться Как Как латиняне Как древние римляне Древние римляне В Северной Африке Абсолютно верно Мы приезжаем в Северную Африку Говорим Как древние римляне А нас Существа не понимают Это прекрасно Понимаешь? А мы их понимаем Вот что интересно Потому что мы их В общем Понимаем Верно? Да Ну конечно Да Смотрите Значит Очень большие проблемы Перед МКАДом На Ленинградке На выезд Серьезные проблемы И также люди Которые с внешнего МКАДа Пытаются свернуть В Химке Сталкиваются с теми же затруднениями Там авария Уже после Химок Там где вот Торговые центры Вот там авария Теперь Приближаемся к центру Свобода Да Свобода Приходит к Волоколамке Устраивая там Пробочку И еще Значит так Все остальное ерунда Ребят Больших пробок Я вижу 6 баллов И я вижу Серьезные затруднения На Садовом кольце Я вижу Серьезные затруднения На бульварах И Значит Что еще Я вижу Серьезные затруднения В центре Наверное из-за них От Сокольников Тоже вот здесь Очень тяжело Едет Наверное из-за них 6 баллов Потому что город Так уж сказать Что сильно загружен Не сказать Я тут Установил Что на мотоцикле Не везде можно проехать Я поехал в Стаканкино В Стаканкино В Останкино В Стаканкине Мы гордимся Стаканкиным Поехал в Стаканкино И обнаружил Что с рейтинга Настолько из-за ремонта Сузилась Что на мотоцикле Негде и проехать И таких мест Очень много Новости Внимание Внимание Говорит Москва 94,8 Девять утра В столице В студии с новостями Антон Кравченко Здравствуйте В Турции опровергли информацию О новых ограничениях В торговле с Россией В письменном заявлении Минэкономики Говорится, что Публикации СМИ О запретах Неверны А Турция продолжает Придерживаться достигнутых С Российской Федерацией Соглашений Отмечается в документе Ранее газета Ведомости сообщала Что Анкара Ввела ограничения На импорт пшеницы Из России Кроме того Сегодня коммерсант Написал о проблемах С поставками в Турцию масло Отмечалось Что в стране Ввели лимит Выдачи лицензии На импорт Число задержанных По теракту Задержанных По делу о теракте В Манчестере Достигло восьми Сегодня полиция Задержала еще двух человек В рамках расследования Об этом Правоохранители Написали на своей Официальной странице В Твиттере Этим утром Мы проводили обыски В районе Виттингтона Один мужчина Был арестован Другой мужчина Также был арестован В связи с расследованием Говорится в сообщении Напомню Взрыв на Крытом стадионе Манчестер-Арена Прогремел вечером В понедельник Сразу после завершения Выступления Американской поп-певицы Арианы Гранде Жертвами теракта Стали 22 человека 64 получили ранения Взрывное устройство В действие Привел террорист-смертник На стадионах Во время проведения Кубка Конфедерации Разрешили продавать пиво Соответствующий документ Министерство внутренних дел Согласовало с ФИФА Уточняется Что пенный напиток Можно будет продавать Только в пластиковой таре Пронос любых стеклянных Емкостей В места проведения Соревнований Будет запрещен Напомню Кубок Конфедерации Пройдет в России С 17 июня По 2 июля В Москве Санкт-Петербурге Сочи И Казани Сборная России Выступит в группе А Где ее соперниками Будут Португалия Мексика И Новая Зеландия Госдума может ввести Возрастной ценз Для главврачей Госучреждений Предельный возраст Пребывания в должности Рекомендует установить На уровне 65 лет Соответствующий законопроект Сегодня рассмотрит Комитет по труду Депутаты намерены Принять его в первом чтении Об этом сообщает Газета Известия Положительный отзыв На законодательную инициативу Жена правила правительства Члены Кабмина Предложили распространить Это правило На руководителей Всех федеральных И муниципальных госпредприятий И на пешеходных улицах Москвы могут запретить Кататься на скейтбордах Кроме того Предлагается ограничить Использование летними кафе Музыкального сопровождения После 23 часов Об этом агентство новостей Москва Сообщил глава округа Арбат Евгений Бабенко По его словам Нужно разработать правила Которые будут действовать Именно на пешеходных улицах В Москве Ограничить там движение Велосипедов Курение И использование скейтбордов Бабенко отметил Что в настоящее время Проект закона не разработан Инициатива должна пройти обсуждение В Совете муниципальных образований В завершении выпуска информации О курсах валют Доллар на сегодня 56 рублей 27 копеек Евро 62,92 И о погоде В эти минуты в Москве плюс 16 В течение дня облачно Синоптики обещают небольшие дожди Температура воздуха По данным Гесметио Составит 17-19 градусов тепла Таковы главные темы к этому часу Антон Кравченко Говорит Москва Внимание, внимание Говорит Москва Говорит Москва Говорит Москва 94,8 Реклама Планируете ремонт? Решили обновить отделку квартиры или дома? Вас приглашает Центр ремонта и дизайна Метр квадратный Огромный выбор товаров Бесплатные консультации Индивидуальные ценовые предложения Все это в одном удобно расположенном месте Вблизи метро Волгоградский проспект Метр квадратный Пересечение Волгоградского проспекта И третьего транспортного кольца Приглашаем дизайнеров к сотрудничеству В Эльдорадо скидки всегда появляются Вовремя В этот раз на неделях Самсунг Намек поняли? Делайте покупки и получайте скидки на технику Самсунг Пылесос Самсунг с турбиной Анти Тенгл Всего за 6 699 рублей И скидка до 50% по акции Подробности в магазинах Эльдорадо Только по 21 июня Эльдорадо Качество по лучшей цене Телефон рекламной службы 737-8747 Код 495 Своя правда В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» Столкновение противоположных позиций По самым актуальным вопросам Можно ли примирить непримиримых? В этот четверг Совете Федерации готовят запрет на участие детей в митингах О праве подростков на политическую активность В студии «Говорит Москва» спорят Сенатор Анатолий Широков И член Федерального полицсовета партии «Парнас» Наталья Пелевина Каждый авторитет И у каждого Своя правда По будням После 17 часов Слушать, думать, знать Правильные глаголы 94,8 «Говорит Москва» Программа предназначена для лиц старше 16 лет Сережа, пастушок Поиграет Поиграет Ранья дров, Сережа Серебренный рожок Девять часов шесть минут Четверг, 25 мая Здравствуй, великий город Здравствуйте, все Это Радио Говорит Москва Говорит Москва Дарья Кнор, ведущая этой программы Я ввел в заблуждение слушателей Увы, слушатели введены вами в заблуждение Топонимы на О среднего рода Поэтому в творительном падеже имеют О, а не И Как вы повторили несколько раз Как было бы в мужском роде Так, например Горжусь графом Шереметьевым Но горжусь А Шереметьевом Как аэропортом Шереметьевым Как аэропортом Все Спасибо огромное, 58 На самом деле Лучше просто не употреблять эти слова Домодедович мне угодило В Домодедове ненавистные менты Худшие менты на планете Земля Есть два места На планете Земля Где менты хуже всех Самые, что ни на есть, наимерзейшие Так, Домодедово Это красненские менты В Домодедове Нет, в Домодедове И красненские менты Под Красным Смоленской области Когда проезжаешь Смоленск Едешь в Белоруссию Затем проезжаешь поворот на Красный Красненский район Красный Красненский район Там стоят Человекообразные Омерзительные существа Лгуны Подтасовщики И подонки Ну подонки Можно это мое Я так думаю Я так поняла Во всяком случае Я столкнулся Была история Да нет Ну конечно Они ставят Они ставят На трассе Прибор Значит Который Вот определяет скорость Да Но говорят Если бы Лгать было В порядке В порядке вещей Говорить о чем-то приятном Давайте говорить о чем-то приятном Есть еще где-то Омерзительные Есть еще А во фрязни Во фрязни Что? Во фрязни Короче везде Сергей Есть подозрение Что сейчас Хоть фрязина Хоть фризина Ну ладно Давайте о хорошем Товарищи Давайте о хорошем Не надо Не надо Все время Чтобы вы не испортите настроение Сегодня четверг Обещали дождь Причем дождь обещали с ночи Обещали с трех часов Да Обещали Обещали дождь и грозу С трех часов ночи Нифига нет ни дождя Нет грозы О чем это говорит? Что день хороший Мы выехали на мотоциклах сегодня Я взял с собой чехол Накрыл его Я видела Думаю вдруг будет дождь Но нет Прекрасно Понимаешь? День хороший А вы все время про ментов Или про неправильно говорящих Вы все время Ну это ужасно Вы портите мне день Этот четверг нельзя испортить Есть HBO Game of Thrones Season 7 Official trailer Да Поехали Слушайте Ланнистеры не будут отдавать трон Ребята Ланнистеры не такие идиоты Но мы знаем Что Тирион За Дейенерис За Дейенерис За Таргари За Дейенерис Я был возникновен Чтобы править Северной Кемпион И я буду И я буду И я буду И я буду МАСА 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 Бурерождённая. Ну, мне нравится, когда она, вот, смотри, сейчас скачет, скачет, нажимает. Но она возьмёт, то что, росто, должна взять. Ну, конечно. Должна взять, и всё. И всё. Должна, и всё. Есть такое слово «надо», товарищ. Есть такое слово «надо», товарищ. Мне кажется, бурерождённая из наших советских людей. Бурерождённая здесь. Великая война пришла, Великая война здесь, да, всё. Значит, она возьмёт «Семь королевств», и появился трейлер сегодня, ну, этой ночью появился официальный трейлер HBO Game of Thrones Season 7. Всё, смотрите, пожалуйста, до мурашек, говорит Павел. Да, причём несколько человек написали, что до мурашек. До мурашек, до мурашек, да, да, да. Борода дыбом встала, говорит Александр. Да, 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 да. Что? А Джон Баратеон. И чё? Хорошо. Всё уже теперь неважно. Тема «Сисик» открыта была сразу же. Да, она уже закрыта была. Она уже закрыта. Сейчас же не надо... Берут другие. У вас это подростковое, я бы сказал, инфантильное вот это, понимаете? Грядут другие интересы. Вы должны взрослеть. Уже смотреть на бёдра или куда другие места. Господь помилуй, он всё на «Сиски» смотрит. Дитя неразумное. Дайте им соску. С кем вы, мастера прокуратуры? Чего? 24 мая. Это накануне было. Всё. Президент России, Владимир Путин, в Екатериненском зале Кремля удостоил 28 соотечественникам государственными наградами. Нет. Как может быть удостоил наградами? Что это значит? Непонятно, нет. Ты понимаешь, что тексты? Это же опечатка, наверное. Коммерсант. Сегодня день филолога. Можно вы не будете меня третировать? Специально причинять мне боль. Здесь у вас в Коммерсанте, в Лиде написано. Президент, смотрите, субъект. Президент сделал что? Удостоил наградами. Как это он удостоил наградами? Бил по голове или что это значит? А? Непонятно. Удостоил, наверное, наград. Ну, не знаю. Специальный корреспондент удостоил наградами? Нормально. Вот мне пишет другой филолог. Так можно. Удостоил наградами. Чуть-то первый раз слышу такое. Не знаю. Люди хотят... Удостоить ответом, удостоить... Кем-чем. Удостоить кем-чем. Смеётесь, что ли? Не может быть наградами удостоил. Удостоил наградами. Что, удои какие-то? Или про что этот разговор? Удостоил наград. Государственных наград. Специально. Ну, неважно. Всё. Давайте не спорить, пожалуйста. Я ненавижу этих людей. Я ненавижу... Я бы никому не разрешил говорить по-русски. Я бы никому не разрешил говорить по-русски, если бы была моя воля. Я бы издал декрет, если бы я был диктатором России, диктатором настаивая. Я издал бы декрет, запрещающий говорить по-русски. Чтобы они не пачкали мой прекрасный язык своими паршивыми губами. Ну, хорошо. Всё. Дальше. Конечно. Специальный корреспондент коммерсанта Андрей Колесников о том, что награждённый орденом за заслуги перед Отечеством 4 степени, худрук театра нации Евгений Миронов, передавал президенту России письмо в защиту Кирилла Серебренникова. А главное, о чём они говорили? Все знаете или нет? Значит, они говорили. Ну, это есть на видео. Видно, что Евгений Миронов тяжёлое при этом лицо. У него такое выражение лица тяжёлое, сосредоточенное и встревоженное. Встревоженное. Вот, пожалуйста, можете посмотреть на «Медузе», где угодно. Значит, был перед этим Владимир Урин, директор, генеральный директор Большого театра, который тоже был, как это сказать, не в хорошем настроении. Был сух, если не сказать, групп с журналистами. Когда ему журналисты что-то задали вопрос, когда тут телевизионщик подошёл к нему, вот смотрите, он задал вопрос, Урин сказал, «А вы меня спросили, можно ли задать мне вопрос?» Тележурналист, «Можно задать вопрос?» «Нет», — ответил Владимир Урин. В каком-то смысле торжествующе. Описывает это Колесников. Значит, смотрите, то есть все деятели культуры, там ещё были какие-то мастера художественной сварки, там шойки, швойки, доение коров, какие-то специальные мастера были, ну и так далее. Это всё очень тяжело. Я, например, не умею доить корову. Мне кажется, это высочайшее мастерство. Ну так вот, значит, хорошо. Но именно мастера культуры, которые пришли на награждение, были как бы подавлены довольно-таки. Отказывался разговаривать, и балетмейстер балетной труппы Большого театра Юрий Григорович, предлагая журналистам открыть телефон, там и так всё про меня написано. И так далее. Михаил Турецкий только делал вид, что он ничего не знает про Кирилла Серебренникова, и всё время пел что-то такое. Хорошо. Значит, о чём разговор с... секундочку, Майданов... Евгений Миронов. Возвращаемся. Между тем, постоял Шепчасть с Владимиром Путиным не меньше минуты Евгений Миронов. Прямо в момент награждения. На церемонии в Екатерининском зале это вызывающе много. То есть все сидели, смотрели. Путин прикручивал ему, так сказать, орден. Да. А он продолжал говорить, и это продолжалось целую минуту. Посчитайте до 60, только так. И раз, и один, и два, и три. Это вот так секунды будут. То есть можете посчитать до 120. Представьте себе, что зал в Екатерининском зале, зал присутствующий, считают до 120, а Евгений Миронов продолжает говорить с Путиным. И нифига, понятно, да? И Путин не говорит, ну всё, ну хватит, давайте процедуру, там какая-то церемония и так далее. Целую минуту. Дальше. Секундочку. В руках Евгения Миронова была сиреневая бумажная папочка, из которой он достал листок бумаги и отдал президенту. Когда церемония закончилась, началось распитие шампанского, Евгений Миронов снова подошёл к Владимиру Путину и на этот раз стал говорить с ним жарко и даже громко. Вы знали? Знали об этом? Да, подтвердил президент. Вчера узнал. Зачем? Ну зачем это делать? Вы же во Францию в понедельник летите. Вам-то это зачем? Да дураки. Неожиданно сказал Владимир Путин. То есть Кирилла Серебренникова, маски-шоу, значит, атака квартиры из Кирилла Серебренникова. это всё сделали дураки. Да. Ну дураки. В каком смысле дураки? Без санкций. Нет, я убеждён был изначально, что без санкций. Ну хорошо. Но извини, но они демонстрировали людей в масках. А тем не менее, люди культуры, в том числе Евгений Миронов, были уверены, и он задаёт этот вопрос, зачем вам это надо? Вам-то это зачем? Зачем? Ну зачем это было делать? Вы же во Францию в понедельник летите. Говорит Евгений Миронов. Да дураки. Неожиданно отвечает Владимир Путин. Ну дураки, да. Дураки. Вот как управляется спецслужба, как управляется спецподразделение? Вот, получается, что без санкций президента. Ну это понятно, но она не нужна, санкции. Они что, как сказать? Она и не нужна. Санкция, что ли, я не понимаю. Санкция не нужна. Она не нужна. Они, как они просто ходят, какая санкция? У меня собаки. У меня собаки. У меня собаки. Что я каждый раз им санкцию даю, полавить, что ли? Я понимаю. Собаки заняты собачьим делом. Своим. Но все-таки вы их держите на территории. Да, на территории. Вы держите их на поводке, когда идете гулять. На территории. Вы же не отпускаете их на... Но я им дал известную свободу. Я тебе объясню сейчас. Про собаки я тебе объясню. Я дал им известную свободу. Какую свободу? Да. Я никак не регламентирую их деятельность в каких-то рамках. То есть существуют рамки, в которых собаки вольны предпринимать то, что им впендюрится, в их микроскопический собачий мозг. Понимаешь? Ну, правда. Например, идут, прогуливают чао-чао. У нас на территории есть чао-чао. Дама прогуливает чао-чао, которая нагло идет погадить ко мне. Обязательно около машины. Ну, неважно. Значит, мои собаки облаивают чао-чао в момент сокровенного действия вот этого. Вот. Понимаете, поэтому мы не удивляем. Да. Я же с точки зрения защиты собственного дома не должен был бы облаивать чао-чао. Ну, зачем мне облаивать чао-чао? Однако я собакам должен поощрять их природу. Их природа облаивать чао-чао. И я не препятствую им. И поэтому мы не удивляемся, когда сажают каких-то несчастных айтишников, которые случайно там в ТОР какой-то там включили. Едет человек на велосипеде. Молодой человек. Дитя едет на велосипеде. Дитя. Мои собаки, подхватившись, несутся вдоль забора с оглушительным лаем. Объясни, пожалуйста. Мне опасен господин на велосипеде, тем более, что он сосед. А если будет лаять на ваших гостей? Не опасен. Не опасен. А если собака будет лаять на ваших гостей? Приехали какие-то гости из Средней Азии. Приехали. И предлагали всем на нашей улице в поселке, в закрытом поселке, я настаиваю, ворованные мобильные телефоны. Собаки должны были лаять или нет? Лучше да, чтобы обозначить, что дом охраняется. Собаки с интересом слушали разговор о ворованных мобильных телефонах. С интересом живейшим они слушали разговор и не лаяли. Нет. А если собака прикусит за ногу вашего гостя, который к вам пришел? Слава богу. Но она этого делать, может, не станет. Вот тут я и разочаруюсь. Понимаешь? Значит, смотри. У Путина есть собаки. В хорошем смысле. В очень хорошем, да. Следственный комитет, ФСБ. ФСБ, ну, та же, собаки. Они должны выполнять свою собачью работу. Ну, какую-то. Ну, хорошую. Лаять, когда бежит велосипедист. Когда бежит бегун. В наушниках, тем более, и так далее. Слушает iPad, ничего не слышит. iPhone не знаю. Ну, хорошо. Велосипедисты, они лают. Бегают в зале забора, лают. Бе-бе-бе-бе-бе. Все. А я, например, Путин. Ну, мне трудно себя представить столь великим человеком. Ну, например. Я к окну подхожу, думаю, что лают. Да, дураки они. Лают и лают. Понятно, да? Но они создают какой-то правозащитный фон своим лаем. Что они защищают правовую территорию. Понимаешь ты или нет? Я это понимаю. Какая санкция нафиг? Просто лают. Но Кирилл Серебренников немножко не вписывается в это определение человека, который едет на велосипеде мимо. Это какой-то аджик с ворованными телефонами. Нет, Кирилл Серебренников это нечто другое. Это нечто другое. Мы вчера сами об этом говорили. Другой пример. Я руковожу редакцией. Например. На самом деле я не руковожу. Я на самом деле не руковожу. Ну, если бы руководил. Например. Представь себе, что каждый новостник, каждый редактор на сайте, каждый выпускающий по каждому действию звонит мне. По каждому нет. Но есть, Сергей, извините, вопросы, по которым мы к вам обращаемся. Это верно. Но эти вопросы возникают два раза в неделю. И тем не менее, да, два раза в неделю. Тем не менее, проходит время. И нет такого момента, не наступает такой момент, когда мы решаем все. Теперь по всем вопросам мы решаем. Все равно появляются вопросы. Вы можете каждый день меня спрашивать. Я соберу собрание. Я соберу собрание. Я соберу собрание. И на собрании сообщу следующее. У вас есть профессия. Прекратите меня дергать. У вас есть ваша конкретная профессия. Я вас с собаками не сравню. Я вас сравню с сороками. Вы сороки. И работа ваша сорочья. Да. Трещать. Трещать про новости в лесу. Ваша работа сорочья. Вот вы сороки. Ваше дело трещать. Вот вы и трещите. Трещите. Сергей, если наступит... И нехрен молчать. И нехрен меня спрашивать. Трещите и точка. Это ваша работа трещать. Все. Правильно. Есть серьезные вопросы. Есть серьезные. Они говорят... Они говорят мне... А вот по этому поводу трещать? Иногда спрашивают. Ну, два раза в неделю. Я говорю... А найдите точку противоположной стороны. Противной стороны. Представьте противную сторону. Они говорят... Хорошо. То есть вопросы... Но такие вопросы бывают два раза в неделю. Да. Если бы... Так же и у Путина. Он же не может постоянно отвечать на телефонные звонки Бастрыкина. Он что-то с ума сойдет. Он скажет... Бастрыкин. Я тебя туда поставил для чего? Чтобы ты звонил, что ли? Ты кто? Алло, Кремль. Этот самый... Девушка Смольный. Я не понимаю. Чего ты звонишь-то постоянно? С ума сошел? Понятно? То есть он им должен сказать... У тебя есть двор. Вот здесь бегай, лай. Все. Это должно быть понятно всем. Что вот их полномочия. Понятно? Другое дело, что эстетика русских правоохранителей, эстетика, сама по себе, она угрожающая. Она угрожающая. Понимаешь, да? Устрашающая. Она угрожающая, устрашающая. Она призвана наводить ужас. То есть их цель наводить ужас. Это правозащитники правой руки, правозащитники левой руки. СНАФ. СНАФ давно перечитывали? Давно. Перечитайте СНАФ, пожалуйста, Пелевина. Есть правозащитники правой руки, правозащитники левой руки. Их цель наводить ужас. То есть их цель террор. Террор как ужас. Вы понимаете слово террор? Террор как оррор, хоррор. Как ужас. Ужас. Их цель ужас. Понятно, да? Поэтому к театральному режиссеру они отправляют людей в масках. Спецподразделения ФСБ или я не знаю, какое спецподразделение, которое сопровождает следственные действия. Да. Поэтому врываются в квартиру люди в масках, чтобы сказать человеку, что вообще говоря, пофиг, он просто свидетель. Потому что они же сообщили ему, что он просто свидетель. Он не подписывал... Внимание, Кирилл Серебряников, это очень важный аспект. Кирилл Серебряников не подписывал ни одной бумажки в жизни в своей. Он художественный руководитель. Художественный руководитель. Творческий. Да, конечно, директор подписывает. Подписывают специальные другие люди вообще. Вася Пупочкин, там Тамара Фарточкина какая-то. Понятно, да? Значит, она подписывает. Его это вообще не парит никак. Он, как человек высоко духовный, должен понимать, что вот у него спектакль, электричество в театре есть, костюмы есть и бутерброд с черной икрой на столе есть. Все, точка. Все остальное его вообще никак не парит. Понятно, кто что подписывает, кого это интересует. Абсолютно неправильно. Меня, например, не интересует. Но у меня нет бутерброда с черной икрой. Неважно. Сейчас я говорю. Я, ну, я жру что-то другое. Я сегодня позавтракал листьями нори. Я ел листья нори, поэтому я злой такой. Ну, такой, слушай, а? Правда. Нори. А что это? Сушеные вот эти листья, которые заворачивают роллы. А-а-а. Это вкусненько. Я ел листья целина. Они не жарены. Я не жареный. А-а-а. Не жареный. Я прессованный. Это невкусно. Сухие листья нори. Вот почему я озверевший. Я поняла. Значит, Кирилл Серебренников точно ничего не подписывал. Если искать деньги, то не надо их искать у художественного руководителя. А зачем искали у художественного руководителя? Для устрашения, правильно? Для того, чтобы навести ужас. Цель же ужас. Цель-то страх. Смотрите, Михаил предполагает, что... Они же правозащитники правой руки. СНАФ давно читали? Сергей, вот Михаил пишет. Медвежья услуга Миронову у следователей, чтобы не быть теперь дураками, только один вариант. Найти героинь, детскую какую-нибудь порнографию. У следователей, чтобы не быть дураками, вариант один. Убиться об стену. Никакого другого варианта нет. Все. Они дураки теперь. И слово им дураки. И название им дураки. И фамилия им дураки. Понятно, о чем я говорю? Ну все. Ну что вы мне рассказываете? Алло, здравствуйте. А, Сергей, здравствуйте, полковник. Здравствуйте, полковник. Ну вот как следователь я могу сказать, что скорее всего будут пытаться доказать то, что он, так сказать, обладая неким авторитетом, некими негласными полномочиями и так далее, и так далее, повлиял на то, чтобы вот там, ну не важно, там, контракт неправильный, хищение какое-то и так далее. Да, заставил. Некий организатор. Да. А то, что его допрашивают как свидетеля, это некий тактический прием, потому что, во-первых, свидетель обязан давать показания. Да. Во-вторых, пока не набрано материалы на предъявление ему обвинения или применение к нему меры пресечения в качестве подозреваемого, в другом варианте как свидетель его просто допросить не получается. Ну нет такого процессуального положения у человека. Да. Вот и все. То есть будут давить на то, что он некий организатор и так далее. Это он дал команду, это он настоял, чтобы директор и так далее, и так далее. Если этого получится, глубоко сомневаюсь, потому что любой директор, это человек с первой подписью и должностной лиц, который несет ответственность за хозяйство. Но он худрук, он худрук, а не директор. Сергей, худрук не имеет, у него нет такой права подписи такого по документам, которые финансово-хозяйственные. Ну правильно, пусть сажают подобающих прапорщиков, подобающих специально обученных прапорщиков, пусть посадят, нам все равно. Правильно, Кирилл Серебников должен творить и далее. Правильно, новости? Внимание, внимание! Говорит Москва! 94,8 9 часов 30 минут столицы. В студии с новостями Антон Кравченко. Доброе утро. Лондон осудил появление фото-улик с места теракта в Манчестере в Нью-Йорк Таймс. Британский премьер Терезе Мэй намерен обсудить с президентом США утечку информации о ходе расследования. Ожидается, что этот вопрос она поднимет на встрече с американским лидером на саммите НАТО, который сегодня стартует в Брюсселе. Снимки появились в Нью-Йорк Таймс в среду. Газете удалось получить фотографии, якобы сделанные британскими исследователями на месте трагедии. На кадрах были запечатлены обрывки рюкзака, гайки и болты, а также устройства, идентифицированные как возможный детонатор. Кроме того, информация о личности предполагаемого террориста-смертника Салмана Абеди появилась в американской прессе спустя всего сутки после взрыва. Министр внутренних дел Великобритании Эмбер Ратт заявила, что раздражена раскрытием информации. В минеральных водах из-за подъема уровня воды эвакуируют местных жителей. По данным властей, наиболее напряженной считается ситуация в поселке Левокумка и Первомайский. Там уровень воды в реке Куме составляет около 6 метров. За ночь он поднялся на 20 сантиметров. Как рассказал представитель администрации, общее число эвакуированных на сегодняшний день составило 1157 человек. Дома, выведенных граждан охраняют сотрудники МВД. Минфин предлагает выплачивать из бюджета фиксированную надбавку к пенсии. Это поможет сохранить пенсионные права граждан при снижении ставки страховых взносов с 30 до 22%. Об инициативе Министерства финансов пишет газета «Ведомости» со ссылкой на чиновников финансово-экономического блока. Новый налоговый маневр, в том числе и повышение НДС до 22%, может значительно повлиять на благосостояние населения. Перевод фиксированной выплаты чисто математически позволит сократить бюджетный перевод в ПФР. Компания Mail.ru намерена запустить собственный мессенджер. В программу будет интегрирована база из 290 миллионов пользователей, зарегистрированных в соцсети «Одноклассники». Новый сервис получит название «Там-там». Его запуск может привести к оттоку части аудитории у второго популярности в России мессенджера Viber. Как пишет коммерсант, разработка «Там-там» велась 4 месяца. Программа позволит переписываться в личных сообщениях и групповых чатах, делиться стикерами с гиф-анимацией, отправлять фотографии и фото- и аудиозаписи. Также можно будет заводить собственные каналы. Точная дата запуска мессенджера не называется. И Россия направила в Донбасс 65-ю колонну с гуманитарной помощью. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС. Машины везут около 400 тонн груза. В основном это детские продуктовые наборы и медикаменты. В завершении выпуска информации о курсах валют. Доллар на сегодня 56 рублей 27 копеек, евро 62,92. О погоде в эти минуты в Москве плюс 16, в течение дня облачно. Синоптики обещают небольшие дожди. Температура воздуха, по данным Гесметио, составит 17-19 градусов выше нуля. Таковы главные темы к этой минуте. Антон Кравченко. Говорит Москва. Говорит Москва. Реклама. В Эльдорадо скидки всегда появляются вовремя. В этот раз на неделях Самсунг. Намек поняли? Делайте покупки и получайте скидки на технику Самсунг. Стиральная машина Самсунг с сотовым барабаном всего за 21 499 рублей. И скидка до 50% по акции. Подробности в магазинах Эльдорадо. Только по 21 июня. Эльдорадо. Качество по лучшей цене. Телефон рекламной службы 737-8747. Код 495. Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни. Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. В этот четверг после 15. Алло, здравствуйте. Сергей, извините, это борт Международной космической станции. Это Максим, когда-то я вам звонил. Да. Я, может быть, не по теме, потому что у нас нету здесь прямой трансляции, но мы вас слушаем каждый день в записи, нам присылают с Земли. Это Международная космическая станция, которая летает вокруг Земли. МКС. Из космоса, ребята, космонавты. Да, привет всем. Всем МКС. Я должен повестись и поверить. Да, да, да. Я должен повестись и поверить. Максим, я узнал вас. Вы звонили из звездного городка прежде. Да, 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 да. Теперь вот могу сказать, что вот мы недавно только пролетели. Так, дайте мне посмотреть. Да. Пролетели Южную Америку. И сейчас вот поднимаемся вверх. От Южной Америки через Патагонию поднимаемся вверх. И-ка, смотрю, туда, к Африке, ближе. Привет, Александр Самокутяк передает. Вот Елена передает. Да, огромный привет. Спасибо, им тоже привет. Спасибо большое. Спасибо. Скажите, скажите, что мы на вас смотрим с гордостью. Радио «Говорит Москва». На связи с теми, кто в курсе. Говорит Москва. Подъем. Ну хорошо, давайте продолжать. Значит, я не знаю, какова судьба дела Кирилла Серебренникова. Насколько я понимаю, мы вправе ожидать любого развития. Развитие может быть любое. Да, и на самом деле, то есть по-настоящему как бы статья Колесникова в «Коммерсанте», она до известной степени обнадеживает, но обнадеживает она мало. Мало. Обнадеживает чем? Обнадеживает, что отстанут. Обнадеживает, что отстанут после вот этого путинского дураки, да? Да, после путинского дураки отстанут. Но на самом деле, на самом деле надежда невелика, потому что... Это плохой симптом, совсем плохой. Мне кажется, что он вмешиваться не будет, а если он вмешиваться не будет, дальше они начнут думать, чего делать и как делать и так далее. Джей Джей очень хорошо суммирует... У нас есть Джей Джей. Да. Наш постоянный слушатель. Наш постоянный слушатель, который, если я... Если моя интуиция меня не подводит, он занимается работой в такси, водителем. «Я народ», — говорит Джей Джей, — «хочу видеть действия в жизни. Как эти сытые, пьяные, расхлябанные вершки закопаются в корешки медалями своими. Поэтому, Сергей, вам, медиаторам, этого не преломить. Народ хочет крови жлобов. Крови жлобов». А жлобы здесь — это кто? А жлобы — это вершки, сытые, пьяные, расхлябанные вершки. Они жлобы все. Вот все, кого награждал Путин, — это жлобы, насколько я понимаю. «А я хочу крови этого таксиста», — говорит Юрий моментально. «Джей Джей, вашей крови хочет Юрий». Ну все, кончайте, ребят. Значит, секундочку. Значит, смекаешь. «Следаки будут отмываться теперь», — говорит Михаил. Ну, они могут отмываться, а могут ему продажу отечества вменить. Понимаете? Что тоже будет неплохо. Потому что, на самом деле... Давайте проголосуем. После реакции Путина, после реакции, с вашей точки зрения, после реакции Путина, который описывает Колесников, дураки, слово дураки, значит, после этой реакции вы предвосхищаете, какое развитие событий по делу Кирилла Серебренникова. Вы предвосхищаете ужесточение, 134-21... Нет, давай послабление. 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 Послабление, ослабление нажима, нажима со стороны следственных органов. 134-21-35. Послабление, ослабление. Ослабление давления. Ослабление. 134-21-35. Ужесточение. 134-21-36. После слов Путина, вы знаете, что он Евгению Миронову, Как свидетельствует Андрей Колесников, который, в общем сказать так, не случайный человек на подобных церемониях, не случайный человек рядом с Путиным, Колесников, он говорит, что Путин просто охарактеризовал следователей словом, да дураки, да дураки. Вот после этого высказывания в деле Серебренникова послабление, может отстанут вовсе, 134-21-35, послабление, ужесточение 134-21-36. Вот интересно, Сергей, вы говорите, что Путин не будет вмешиваться, а тут вот странно получается, то мы жалуемся, что у нас только один институт в стране и один человек, который принимает решение, и это плохо, и нужны какие-то другие институты, которые принимают решение. А получается, что во время награды, в том числе либеральные деятели, идут как последние инстанции к Путину, и тут мы говорим, а он вмешиваться не будет. Не будет. И тут у нас разочарование, потому что вот тут хотелось бы, чтобы вмешался. Я сторонник меритократической власти, я, конечно, за то, чтобы вмешивалось первое лицо, я за это, потому что единственные европейцы в России, единственные европейцы, это ее правители. А почему бы ему здесь не вмешаться? Почему вы думаете, что он здесь не вмешается? Не будет вмешаться, потому что это нарушение принципа. Наш президент юрист. Юрист по образованию и по складу мышления. Он мыслит как юрист, он думает как юрист. Он не будет вмешиваться. Очень странно. Он не будет вмешиваться. Вот я тебе говорю, он не будет вмешиваться. Он юрист. Если это единственный институт юридический. Единственный институт в стране. А он пытается воспитать другие институты, и он как юрист не имеет полномочий в это вмешиваться. Я тебе серьезно говорю. У него есть человеческая реакция. Человеческая реакция. Единственного европейца на всю эту страну. Прекрасную. Прекрасную. Я хотел сказать дикую, потом передумал. Прекрасную страну. Он единственный европеец здесь. Понимаешь? Но как единственный европеец, он принципиально, а вдобавок юрист, а вдобавок юрист не только по корочке, но и по складу мышления, он безусловно не будет вмешиваться. Хорошо. Нет, подождите, я все-таки докопаюсь до вас. Допустим, он не вмешивается. И вы хотите сказать, что дальше все спецслужбы условно пошли в самоволочку и принимают какие-то собственные решения? Они же смотрят, куда его взгляд направлен? Конечно смотрят. Конечно. Конечно. Но вариантов два на самом деле. На самом деле два варианта. Представь себе, что мои собаки стали лаять понапрасну. Например. Ну, с моей точки зрения. Так. Ну, они слышат из окна, как я говорю, да дураки. Дуры. Мои сучки дуры там у меня бегают. Вот. Значит, дуры, говорю я. У них выводов должно быть два. Первый вывод. Доказать хозяину, что это серьезное дело. Да. И второе. С позором удалиться, куда-то там, сказать, сжевать косточку. Ну, первое, захочется доказать хозяину, что... Конечно. И что-то найти из Серебренникова. Значит, найти. Ну, значит, найти. Ну, конечно. Олег из Лос-Анджелеса звонит нам. И, значит, Олег. Ну, давайте Олегу дадим слово, потому что он из Лос-Анджелеса что-то знает, а главное, что он из Ростова-на-Дону. Внимание. Олег из Ростова-на-Дону. А, значит, может быть, он знаком с Серебренниковым по какой-то своей прежней ростовско-донской жизни. Ну, Олег, ну, позвоните. Чего вы не звоните-то тогда? Если вы говорите, возьми трубку. Вот я беру трубку, а вы не звоните. Я останавливаю это голосование. Я останавливаю его 49 на 51. 49 на 51. Значит, 49% считают, что в деле Кирилла Серебренникова наступит послабление в связи с репликой Путина. 51% считают, что ужесточение. Видите, видите, как... Потому что путей вот ровно два. Путей ровно два. 73-73-94-8. 73-73-94-8. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Здрасте. Дело в том, что когда Путин дал оценку, вот такое мое мнение такое, он просто сказал о времени, понимаете. О времени, что сейчас не вовремя. Сейчас не вовремя. Да, не вовремя. Он едет во Францию. Зачем ему нужны лишние вопросы там и все такое при переговорах, понимаете. А то, что там Серебренникова сделал, это будет идти само по себе. Он просто выразил оценку дураки, что не вовремя это сделано, понимаете. Может быть. Это не после поездки, это другое дело. Спасибо, интересная версия. 73-73, да? Что не вовремя? Ну, дураки, что ли? Да, это, собственно говоря, конкретный ответ на вопрос Миронова. Вот бы сейчас, вот бы не сейчас, да, потом. 73-73-94-8, 73-73-94-8. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. А то, что Путин сказал, дураки, это уже, кажется, он вмешался. Нет, почему? Он же не говорил это вообще говоря. Это же подслушанная реплика. Ну, не бывает случайно путечь. Ну, как это не бывает? Но он разговаривает, подождите, ну, подождите, подождите. Евгений Миронов начинает говорить громко, описывает Колесников. Начинает говорить громко. То есть разговор, когда они говорят тихо, шепчутся, никто же не передает прессе. Но потом Евгений Миронов начинает говорить громко, страстно, жарко, как пишет Колесникова, жарко. И Путин отвечает, может быть, чуть тоже повышая голос. Да дураки. Значит, и это не обращено ни к прессе, ни к публике. Вы же говорите, что Колесников не случайный человек. Абсолютно не случайный. И утечка это не случайная. Для этого он там и нужен. Ну, ваша точка зрения. Я все-таки останусь при своей. Согласны? Я попробую, кто Миронову подсказал про Париж, говорит Великий Немой. Вы думаете, он сам догадаться не может? Все до единого сайта пишут о том, что Путин едет в Париж. А, ну это вообще известно, конечно. Все до единого сайта говорят о том, что это экстренная встреча, она согласована. А про то, что это будет неудобно, это очевидно. В среду или в четверг на прошлой неделе Макрон звонил, сам Макрон звонил Путину, приглашал. В среду или в четверг на прошлой неделе. Разговор был, насколько я знаю, тоже из открытых источников, разговор был очень добрый, конструктивный, хороший разговор был. С президентом, с новой избранным президентом Франции. Был очень добрый, хороший разговор. У нас есть, как это сказать, нам надо ехать, Путину надо ехать. Это хорошее дело. Потому что мы, как представляется некоторым кругам во Франции, поддерживали оппонента Макрона. Марин Липен. В этой связи нам нужно для налаживания отношений воспользоваться приглашением Макрона и приехать. Так вот эта ситуация, которая, естественно, не ушла от западных коллег, как говорят. Это все знают. Это же повлияет, получается, на эти переговоры. Теперь. Все знают о том, что Путин едет во Францию. Если вы не знаете, это очень странно. Ну, значит, вы просто не в курсе новостного потока, информационного потока. Хорошо, давайте я прекращу этот разговор, несмотря на то, что все звонят и продолжают звонить. Я прекращу этот разговор, подытожу его, вновь напомню вам результаты нашего голосования телефонного. Значит, эта фраза, эта реплика Путина, как считает Андрей Колесников, касающаяся следственных органов. Она ослабит давление на Кирилла Серебренникова 49%. Она усилит давление на Кирилла Серебренникова 51%. Прямая линия Путина пройдет 15 июня. Пишет уже пресса, так активно пишет, но это пока не подтверждается Кремлем. Дмитрий Песков не стал ни подтверждать, ни опровергать эту информацию. По информации РБК, ну, я сейчас точно не знаю, кроме РБК об этом тоже писали кто-то. Но, наверное, РБК, не знаю, может быть, первые, хорошо. Значит, о том, что ежегодная прямая линия с президентом запланирована именно на 15 июня, изданию рассказали два источника, близкие к Кремлю. Источник на одном из федеральных каналов и неназванный федеральный чиновник. Сообщается, что подготовка к проведению прямой линии ведется уже несколько недель. В частности, по информации журналистов, уже идет подбор граждан, которые будут приглашены в студию, где президент ответит на вопросы. Напомню, что на предыдущий... А когда я был там, не помнишь? На прошлый? Да. Точно, я спрашивал. Да. Знаменитый ответ его. Те самые люди, которые бегали с автоматами по горам. По горам и с автоматами бегали. Ну да, да, да. Прямо не называл. Да, прямо не называл. Значит, нет, он прямо назвал. Он сказал, вы имеете в виду Чечню? Да. Он меня спросил. Я прямо не называл. Я облажался. А Путин назвал. А я облажался. Ну вот, хорошо. Значит, это самое. Послушай. Значит, 15 июня будут опять люди, и все это будет прекрасно. Я хочу вас приглашать. А вы пойдете? А? Не знаю. Меня там же приглашают. А, ну пока нет официального. Вы пойдете на прямую линию. Это же не мой выбор, это их выбор. Пригласят, пойду. Да. Американские боги просто супер. Спасибо за наводку. Я на этой неделе никак не могу посмотреть. Американские боги, потому что смотрю Твин Пикс новый. Вот четвертую серию вчера досмотрел нового сезона. А, да, значит, подождите. Мы, мы, поездка была задумана, когда Макрона в помине не было, говорит Т. 27-я. Вы лучше меня знаете Т, вы, вероятно, близки к МИДу. Значит, давайте, давайте все-таки вернемся к прямой линии. У вас есть вопросы к Путину, которые вы хотели бы задать. Я не разрешаю вам сейчас произнести их в прямом эфире. Я начал вас сомневаться. Напишите, пожалуйста. Правда говоря. Три года назад бы не волновался. Два года, нет, два года назад бы не волновался. Шесть лет назад. А почему вы сейчас заволновались? Заволновался. Вообще-то пошло, ненадлежащие чувства стали у людей. У людей появились ненадлежащие чувства. Вот мне кажется. Какое-то началось вольтерианство. Да, да, да. Вольтерианство. Абсолютно якобинство. Таким образом, я предлагаю вам задать эти вопросы письменно. У вас есть, в связи с тем, что мы заговорили о прямой линии Путина. Пожалуйста, напишите свой вопрос к Путину. А я их прочитаю. Ну, выборочно, конечно. Значит, первое, первое, это, говорит Москва, говорит МСК, простите, говорит МСК-бот в Телеграме, говорит МСК-бот в Телеграме. Когда будут ремонтировать Ленинградку? Вот вопрос у Олега сразу. Ай-Джей, вопросов нет. Ай-Джей. Вопрос один. Да коли? Мы алкоголики дома номер пять. Великий не мой. Спасибо. Значит, задайте, пожалуйста, говорит МСК-бот, вопросы Путину. А также плюс семь девятьсот двадцать пять. Это телефон. Плюс семь девятьсот двадцать пять. Восемь 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 девять четыре восемь. Восемь 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 девять четыре восемь. Это смс. И говорит МСК, говорит МСК в Твиттере. Значит, говорит МСК в Твиттере. Пожалуйста, задайте вопрос Путину. Кстати говоря, если вы напишите в Твиттере, его увидите не только вы. Его увидит вся мировая общественность. Понимаете, да? Говорит МСК-бот, увижу только я. а СМС-сообщение увижу только я, а в Твиттере увидят все, поэтому в Твиттере выгоднее писать. Вот напишите, пожалуйста, вопрос к Путину. Я его прочитаю. Прежде я пока, чтобы вас развлечь, мы выпустим на арену сейчас такое, значит, пока люди заняты серьезным делом, там, заполняют свои бумажки и вопросы к Путину, мы выпустим на арену дурачка. Это меня, опять же. Я же и дурачок тоже. Значит, смотри, я расскажу вам какую-то историю. Шут. Нужен шут. Это я. Жители Волгограда заподозрили в убийстве солдата-контрактника на почве ревности. Это у меня очаровательный случай. Потрясающий случай. Ребят, послушайте. У меня есть потрясающий случай. Значит, что сделал? 27 лет ему. Ему 27 лет. А ей 20, наверное, она молода. Ну давайте назначим ей 20 лет. Пусть ей будет 20 лет. Ему 27. И у нее есть еще контрактник. Контрактник. Рядовой контрактник, которому 22. То есть есть двое мужчин. Да. Которые ищут... Юнец, птенец и уже... И уже состоявшийся 27-летний. Да, прожженный. Пусть такая же... Не мальчик, но муж. Сидеть. Такой же мощный такой муж. 27 лет. И 22. Юнец. А ей 27 лет. Она повстречалась с 22-летним и, кажется, выказала симпатию. Мы не знаем, были ли они близки, не знаю, нет. Значит, что сделал 27-летний? Он изловил этого контрактника, 22-летнего, и стал бить по голове кирпичом. В результате чего убил. После чего раздел контрактника, а с сообщниками спрятал тело, закопал где-то. Раздел контрактника, надел его форму с его телефона, с его телефона, вызвал с его телефона, ну телефон он забрал у трупа, он забрал у трупа телефон. С его телефона вызвал девушку на свидание. Она пришла на свидание, полагая, что это этот 22-летний. Надел противогаз, чтобы она не видела лица. В его форме, с его телефоном, все. В противогазе девушку избил, чтобы она думала, что это ее избивает мертвый. Вот этот контрактник. Да-да-да. После чего снял форму и противогаз и пришел к ней, чтобы выслушать, как она жалуется на этого подога. Нет, она сначала позвонила ему и сказала, что вот такая ситуация, меня избили, вот этот вот человек. Слушай, ну это величие. Ну его поймали. Серебренников должен взять его в драматургию. 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 Какая-то постановка, это история. Да, это все. Это просто... Послушайте, это может быть либретто к опере. Послушайте внимательно. Чувак... Ну правда. Опера вполне итальянская. Чувак, смотрите, убивает ее любовника. Он убивает ее любовника. Раздевает, забирает телефон, назначает от имени трупа, от имени любовника, свиданку, где появляется в его одежде, но в противогазе... Слушайте, это правда, это же первый сезон Фарго. Жестоко ее избивает. Жестоко ее избивает. Да. Затем по своему телефону получает жалобы, потому что они были оба любовники у одной и той же женщины, получает жалобы на действия того любовника, что тот любовник плохой, а тот уже закопанный. И приходит ее жалеть. Черт, ну как это красиво. Ну какие люди есть. Его посадили сразу спойлер. Ромео с Джульетой это свидание. Отдыхать, конечно. Абсолютно. Спойлер, его посадили. Его посадили. Ребята, но он выйдет. Ему нужно идти в Театр наций. Ему нужно идти... Конечно, ему нужно идти в этот самый... В Гоголь-центр. В Гоголь-центр. Ему нужно продать этот или бред. Это прекрасно. Это фильм художественный. Я скучно живу, говорит Покет Эллифант. Конечно. Вы хотя бы живете Покет Эллифант. А вот этот несчастный срочник, 22-летний. Его убили. Ни в чем не повинный. Его убили. Все, вопросы к Путина. Секундочку, я быстро прочитаю вопросы к Путину. Давайте. 54 минуты, как самое дело. Секундочку. Москва, ничего личного, только бизнес. Секундочку. Мне нужно найти, где... Вот Елена Искунцева была. Она что-то про Эразум о Роттердамском писала. Давайте посмотрим. Я сейчас сначала из Твиттера прочитаю вопросы к Путину. Договорились? Значит, филолог... Это все не то, честишь. И она... За взятку статью отменили. Никиту Белых нужно освобождать. Владимир. Вот, да, пошли вопросы к Путину. За взятку, если статью отменили, то Никиту Белых нужно освобождать. Еще. Когда будут повышаться зарплаты? Уже два года нет индексации, а цены растут, говорит Никита. Это Никитец Лосев. Никитец. А еще же, вот, как сейчас вот в сегодняшних газетах, есть упоминание того, что повысит зарплаты слесарям-сантехникам в ЖКХ, в ЖКУ. Вот слесаря давно без зарплатного повышения, им повысят. Так что, если бы вы были слесарем, а вы не слесарь, а вы не слесарь, нет. Понимаете? Налоги по месту производства и открытое голосование с правом отзыва голоса предлагает Леонид Одер. Значит, налоги по месту производства платить, чтобы налоги не уходили по месту регистрации кирмы. А что значит отзыв от голоса? Я объясню, почему. Леонид Одер из Череповца. Леня, ты же в Череповце по-прежнему. В Череповце стальное производство, а, наверное, налоги платятся, фиг знает где, по месту регистрации компании. Это плохо. Конечно, ребята работают в Череповце, а налоги уходят куда-то там еще дальше. И Омск, кстати говоря, Омск тоже очень недоволен. Там нефтепереработка, бывший СИБ нефти. А налоги платятся в Петербурге. То есть Омск работает, а деньги в Петербург. Почему? Почему? Ну, странно и все. Хорошо. Так все регионы, я так понимаю, на дотациях нет или... Да. Ответ от Путина предполагает русский дятел. Он отвечает Никитцу, которого не повышают зарплату два года. Не время ныть, враги не дремлют. Пора заниматься здоровьем и хорошим настроением. Русский дятел. Ну, это от премьер-министра, мне кажется, ответ все-таки. Так. Андрей вот задает вопрос. Владимир Владимирович, будете ли вы смотреть новый сезон «Игры престолов»? За кого болеете? Такой вопрос. Как президент оценивает качество ремонта и строительства улиц Москвы? Бесконечная замена асфальта и бульваров. Елена. Это не вопрос Кремля. Это не вопрос Кремля. Я ответ. Не вопрос Кремля. Но, Елена, на самом деле много же сказано, что этот год последний. То есть вот этот гранит, дальше этот гранит будет лежать в следующую тысячу лет, и никто ничего такого гигантского делать не будет. Не, ну вы периодически будут пересаживать липы, которые померли. Ну, это не страшно. Значит, на самом деле, прячут коммуникации под землю, прячут коммуникации под землю и кладут гранит. Лен, это настолько офигенски дорого, что я бы на вашем месте, зажмурившись, там, от счастья, говорил бы, дай им Бог здоровья. Ребят, это... Попробуйте у себя, я говорил с армянином, я говорил с армянином, с одним, значит, уложить немножечко асфальта. Капельку у меня асфальта. Чуть-чуть. Вы знаете, какими он мне деньги выкатил? Лена. Лена. Он мне такие деньги выкатил, что я крякнул и отказался от асфальта. И положил гранит. Я положил гранит. Вместо асфальта. Ничего себе. Да, это дороже. А вы прям... Это дороже всего в два раза бронит положить. Два раза дороже. Зато он достанется археологам будущего. С ним вообще никогда ничего не случится. Вам кладут гранит. Послушайте. Это стоит бешеных, запредельных денег. Запредельных денег. Лена. Пожелайте здоровья людям, которые на это пошли. Это гигантский бабло. Спасибо им огромное. Все. У нас все нормально. Денег куча, говорит Серега из Надыма. Гранит выделяет радиоактивный газ. Это он вам выделяет газ. А у нас не выделяет ничего. Когда положат новый асфальт между... В Рязанской области между Ухолова и Сарае? Спрашиваю, вам тоже гранит положат. Гранит вам положат. Только он искусственный, говорит Михаил. Нет. Гранит фонит. Не надо на нем лежать. Спокойно. Пьяные там валяются по граниту. А вы не ложитесь на гранит. Ничего не будет с вами. Гранит выделяет газы? Возмущенно спрашивает Степан из Вайтрана. Когда будет свобода предпринимательства? Давайте вот что. Я вернусь к вопросам. Может быть, один-два еще какие-то умные вопросы я прочитаю после десяти. А сейчас в движении. Подъем в движении. В движении 6 баллов. И 6 баллов эти в основном, конечно, за счет центра. Потому что центр после третьего транспортного кольца. А садовое кольцо абсолютно где-то с 11 до 2 по циферблату абсолютно в аду. Это адское садовое кольцо. Потом все, что относится к котельнической набережной. Вот здесь котельническая набережная. Здесь аварии или что. Не знаю. Люди стоят в мертвую. Софийская набережная тоже стоит. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8. Десять утра в столице. В студии с новостями Антон Кравченко. Здравствуйте. Журналисты Минусинска опасаются за свою жизнь после убийства коллеги. Напомню, что в этом городе застрелили главного редактора газеты «Тон М» Дмитрия Попкува. Как сообщил радиостанции, говорит Москва. Главный редактор газеты «Народная» Сергей Шишов. Он и его сотрудники пребывают в шоке после случившегося. По его данным, на издание «Тон М» неоднократно подавали в суд. Шишов также отметил, что городская администрация не контактирует со СМИ. Данная газета «Тон М» была оппозиционной. В газете писались позаблачительные статьи о чиновниках коррупции. Много исков было. Почти все иски были проиграны заявителями. У нас действительно в городе Минусинске все законы немыслимые нарушаются. Нашему сайту закрыт доступ в администрацию. Мы даже не знаем, что у нас в городе происходит. Контакт с администрацией потерян. А есть у нас два СМИ в городе, ну, государственные. Им вся информация дается. После таких событий стоит задуматься. Ранее в городе Минусинске Красноярского края убили редактора газеты «Тон М» Дмитрия Попкова. Его тело с многочисленными огнестрельными ранениями обнаружили в бане во дворе частного дома. По одной из версий регионального управления СКР причиной убийства могла стать профессиональная деятельность Попкова. По факту преступления возбуждено уголовное дело. Коммерсант сообщил о планах Украины закрыть железнодорожное сообщение с Россией. Такие меры Киев готов принять с 1 июля. Грузовые перевозки были отменены еще на прошлой неделе решением Совета национальной безопасности и обороны одновременно с введением санкций против российских юридических и физических лиц, а также блокированием социальных сетей и почтовых сервисов. Хотя планы приостановить пассажирские перевозки пока официально не подтверждают ни в Киеве, ни в Москве, украинские собеседники из Дании настаивают на том, что решение активно лоббирует секретарь СНБО Александр Турчинов и спикер Рады Андрей Порубий. Кроме того, жесткую позицию в отношении России в последнее время все чаще поддерживает президент страны Петр Порошенко, отмечает коммерсант. Ракета-носитель «Союз-2.1Б» успешно стартовала с космодрома Плесецк. По информации Минобороны, она выведет на орбиту военный спутник нового поколения. Ракету взяли на сопровождение наземные средства контроля на Воздушно-космических силах России. Предыдущий пуск космического аппарата этого типа был проведен с Плесецка 29 мая прошлого года. Испецназ ФСБ начал второй этап военных учений в Крыму. Силовикам предстоит освободить здание недействующего пансионата в Евпатории и заложников, захваченных группой условных террористов. Как начать ряновости, в учениях задействуют вертолеты снайперов. Тренировки продлятся до 29 мая. В них принимают участие около 2000 человек. В завершении выпуска информации о курсах валют доллар на сегодня 56 рублей 27 копеек, евро 62,92. И о погоде в эти минуты в Москве плюс 16, в течение дня облачно, Синопске обещают небольшие дожди, температуру воздуха по данным Гесметио составит 17-19 градусов тепла. Таковы главные темы к этому часу. Антон Кравченко, Говорит Москва. Внимание, внимание. Говорит Москва. Говорит Москва. 94,8. Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. Реклама. В Альдорадо скидки всегда появляются вовремя. В этот раз на неделях Samsung. Намек поняли? Делайте покупки и получайте скидки на технику Samsung. Смарт-телевизор Samsung всего за 27999 рублей. И скидка до 50% по акции. Подробности в магазинах Эльдорадо. Только по 21 июня. Эльдорадо. Качество по лучшей цене. Вместе с теплом приходит кино и ТВ. 11 мая открываем сезон с онлайн-кинотеатром Мегого. Ищи нас в московских парках, приходи, получи промо-код и смотри на свежем воздухе тысячи фильмов и более 200 телеканалов. Подробности на мегого.нет Категория 16+. Телефон рекламной службы 737-8747 Код 495 Художник. Художник. Люблю слушать вашу передачу, в том числе и у вас как ведущего диджея. Но я не диджей. Не диджей. Не диджей. Ни в коем случае. Но я не диджей. На тракторе умею работать на ДТ-75 и на Т-40 АМ. По будням с 6 до 8 вечера. Программа Алексея Гудожникова. Здесь обсуждают современную музыку. Здесь вспоминают записи прошлых десятилетий и ведут дискуссии с перспективными исполнителями. Музыкальное бюро. По субботам после 8 вечера. Слушать Думать Знать Говорит Москва 94,8 FM Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Сережа Пастушок Поиграем Ранья Друг Сережа Серебря Нараж 10 часов 6 минут Четверг 25 мая Здравствуй, Великий Город Здравствуйте Все Это Радио Говорит Москва Говорит Москва Дарья Дарья Кнор Ведущая И Сергей Даренко Доброе утро Я задал Самый-самый вопрос Говорит Теперь я Я в Твиттере Теперь я в Твиттере Повторите же Пожалуйста Ну что Где вы задали Киньте его снова Теперь я в Твиттере Владимир Владимирович Когда в деревне Хмелевке В Московской области Появится газ Медведев Давно обещал Спрашивает Лимузин Чтобы гранит Не выделял газы Простите Похабная такая шутка Нет Не буду Нет Значит Планирует ли Владимир Владимирович Путин В дальнейшем Назначать А не выбирать Президента Российской Академии Наук Спрашивает Ольга Иванисова Секундочку Значит еще Вопросы Когда жалобы Алекс Викинг Спрашивает На работу госструктур Не будут отсылать В ту структуру На которую жалуешься Типа для ответа Вова777 Почему в объявленный вами Год экологии Продолжают уничтожать Парки Кусково-Архангельска Продолжается Выгрупка деревьев Продолжается Точечная застройка В Москве Это вопрос Просто вопрос Я например Не вижу Точечной Застройки Вот так Вот так Как при Лужкове Было Еще с башенками А как при том И сем тоже не было Все равно Идет же Ну да Когда придет Конец правления Князьям на Кавказе Спрашивает Олешок Про газ Шутят необразованные люди Он действительно Выделяет радон 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 Выделяется Из гранита Ну хорошо Выделяется и выделяется Я чувствую время от времени Что мне не хватает радона Тянет вас К набережной Какой-то К радону Я кстати говоря Делал набережную У министерства обороны На Фронтинской В смысле делали Делал в качестве рабочего А в студенческие годы Да В стройотряде В стройотряде Конечно Я не делал Не том делал В смысле делал А я выбивал из швов Старый цемент Кидал его в Москву-реку Естественно А куда еще А значит И вместо старого Цемента Заливал новый Ну в смысле швы Вот эти между Да я поняла То есть я ремонтировал швы То есть сейчас можно Увидеть швы Которые вы ремонтировали Сделаны руками Даренко Да абсолютно И если вы выйдете Перед министерством обороны Какие-то паломники должны пойти Да Перед министерством обороны Которое раньше было Командование сухопутных войск Вы выходите Прямо на набережную Спускаетесь туда Вот прям по граниту И выковыриваете Кусочек цемента На память Это как раз мой цемент Я его мешал Там на тротуаре Это продаете Где-то На Авито Да У нас негде было Песок с цементом И делали И оставалось Грязное пятно Такое Белесое Такое омерзительное А то есть даже Не в ведре У нас ничего не было Нет Ничего не было Но мы же студенты Очень удобно Откуда у нас Материальный мир какой-то Мы студенты У нас ничего нет Понимаешь Что вам посмотреть Курсы или погоду Нет курсы Я посмотрю курсы 56-16 Это лучше Сегодня четверг Сегодня четверг 56-16 Да Это лучше чем в понедельник Потому что в понедельник Мы видели 56-28 56-26 Вот так 63-05 Евро возвращается К верхам Видите 63-05 Мы вчера видели его На 61-61 61-62 А сейчас он Пожалуйста На 63-05 Как это хорошо 54-48 Мы видим опять Нефтицу На 54-5 Как мы ее видели В понедельник Видишь как хорошо Трясающе Да Вчера она у нас Фортили какие-то Изволила выказать Сегодня уже хорошо Значит евро вернулся наверх И вот вам подтверждение 1-12-28 1-12 Опять пробит 1-12 1-12-28 А через час Гроза Через час Гроза Давай посмотрим Давай посмотрим Мы не верим в это Отчаянно не верим На Хабино Нет Хорошо Пусть будет Москва Хотя оба эти города У меня милые Мне нравятся Значит в 11 часов Будет дождь с грозой 70% вероятность В 12 часов Дождь с грозой 85% вероятность А в час уже Стопуду Стопроцентно Стопроцентно Да Значит в 14 часов дождь Просто дождь без грозы 95% А в 15 часов дождь 85% В 16 часов дождь 55% Все падает Видишь В 17 А затем в 18 мы видим солнце Солнце И осадков не ожидается В 18 Завтра в пятницу В 6 утра 11 Значит можно ехать на мотоцикле Пожалуйста В 12 часов дня Завтра в пятницу В 18 В 3 часа дня Завтра в пятницу В 18 В 6 часов вечера В 18 В 18 В субботу Когда нам не надо на работу Днем Утром в 6 утра Будет много солнца И плюс 10 Видишь Почему У меня показывает дождь Солнце У тебя показывает дождь В субботу Ты наверное смотришь В субботу дождь Ты наверное смотришь Какую-нибудь Калифорнию Где твоя истинная родина Признайся Конечно Что ты смотришь Нет смотрите Москва Москва Ты смотришь по Яндексу Да почему Яндекс Это Яху Она смотришь по Яху Окей А я смотрю в другом источнике А А у вас приложение что-то Ну я смотрю Да Платное Притом платное Я поэтому не называю Потому что если мне скажут Что я публикую Если я публикую данные То вероятно я войду В противоречие с контрактом Что я-то для своего пользования купил Я не имею права Как мне представляется Публиковать данные Вы очень честный человек Я очень честный человек Поэтому я никому не говорю Никому не говорю ничего Вот и все Слушай А Какой Ну я не говорю какой источник у меня Источник хороший проверенный Слушай Значит Мы помним Что в пятницу Завтра Завтра пятница Можно чокнуться Завтра в девять У нас министр образования Да Ольга Юрьевна Васильева Ольга Юрьевна Васильева Бывший преподаватель Бывший преподаватель Даша Кнорра Которая Ставила ей пятерки То есть она Ты любимая ученица Ну нет У нее не было любимчиков Если честно Ты встанешь на колени Надо Ну не знаю Я думаю что не надо Припади Припасть Как-то прослезится Припасть Конечно Учитель Ольга Юрьевна Ольга Юрьевна Первый учитель Учительница первая моя Поставим какую-то песенку И все Не надо пожалуйста Только не глумитесь Нет я не буду Я не буду У нас каждая минута Будет на счету Потому что с ней Я только на это рассчитываю Только на это рассчитываю Слушай я например Хотел спросить Новая газета Сегодня пишет Это мы завтра Спросим министра Самарским учителям Рекомендовали Отговаривать подростков От участия в митинге 12 июня Ну что Значит они что Собираются участвовать Самарские преподаватели школы Средних учебных заведений Вероятно Об этом пишет Новая газета Получили рекомендации От местного Министерства образования Областного Самарского Об усилении Антиэкстремистской И патриотической Агитации Среди учеников В частности Педагогам Вменили в обязанность Рассказывать детям О вредительской деятельности Партии Алексея Навального Что партия есть какая-то У него есть партия Нет Я первый раз слышу Здесь партия Не знаю Утверждая Что оппозиция Преступна И разрушает Устой государства Кроме того Учителя Должны принять Меры По недопущению Подростков На митинг 12 июня Особенно важно Не допустить Участия молодежи В оппозиционном Митинге 12 июня Ну я представляю Как это будет Субботник Обязательный Кто не придет Это сама Нет Я почитаю текст Нужно обратить Внимание Ребят На то что Протестная активность Носит временный характер Это правда Это правда Потому что У тебя Ну почему Подождите У молодежи Носит временный характер Ну вообще Любая протестная Активность У данного Индивидуума Носит временный характер Ну Допустим Он протестует В 15 протестует В 25 еще протестует В 35 он уже чувствует Хроническое заболевание Номер один В 45 он обзаводится Тремя хроническими заболеваниями Нет В 30 уже дети Во-первых В 55 он вновь Не чувствует Хронических заболеваний Но их становится Больше И становится намного больше Просто не обращает Внимание уже Просто перезает Становится сплошной хронической И протестная активность уходит В 65 она появляется вновь Вот видите Протестная активность В 65 Не говорится В 15 В 65 Сквозь хроническое заболевание Опасные возраста В 15 и 65 В 65 В 65 Нет В 65 еще нет В 65 еще время Любви Большой любви Да Да Я знал человека Который В 65 влюбился В собственного кардиолога Любви всего В собственного кардиолога Она была на 30 лет Естественно Я не сомневаюсь Она была на 30 лет младше Кардиолог Она была из районной больницы А ему 65 И он влюбился Случилась тахикардия Просто Аритмия Да Так что 60 На самом Буза начинается в 75 В 75 15 и 75 Два опасных возраста Окей Давайте почитаем инструкцию А? Ну поэтому действительно Временный характер Вносит временный характер Ты бузишь Бузишь 10 лет бузишь Потом перестаешь Правильно? Давай Особенно важно Я прочту Извините Чтобы вы зафиксировались Особенно важно Не допустить Участия молодежи В оппозиционном митинге 12 июня Они всем расскажут Что будет митинг Не надо о нем рассказывать Идиоты Они же расскажут Это и есть агитация Да Ку-ку Запретить Это лучший способ Сагитировать Детей Куда-то пойти Так они хотят Нет Значит Они хотят Ходить По каждому Школьнику И всем Объяснять Что 12 митинг Что это Идиоты что ли Я вообще Я думаю Умных людей Сколько в стране Мне кажется Что Критически мало Я думаю Будут организованы Какие-то обязательные Работы для школьников Критически мало Доп-занятия Посещение которых Будет обязательным И Кто не придет Тому два Это не Примаков Саня отгадал Говорит Это Примаков Нет Это мой отец Я о своем отце Расскажу Нужно обратить внимание Ребят На то Что протестная активность Носит временный характер О поддержке Навального Заявил Ходорковский Серьезно Это была реальная история Вы сейчас рассказывали Извините Я вас Перебила Нет Да О поддержке Навального Заявил Ходорковский Так 27 апреля 17 года Генеральная прокуратура Признала Основанную Ходорковским Организацией Открытая Россия Структурой Занимающейся Кавычки Открывается Инспирированием Протестных выступлений И дестабилизацией Внутриполитической ситуации В Российской Федерации Слушайте Действительно Григорий СПБ Спасибо Сейчас начались каникулы В каникулы учителя Ну если ребенок Не задействует Нет еще 25-го Последний звонок Сейчас они на последнем звонке Могут это зачитать На последнем звонке Девочка маленькая Семилетняя Садится на шею Десятиклассника Да Он ее носит Взад-вперед Это 1 сентября Девочка Голосом завуча Зачитывает этот текст Конечно Конечно Это на самом деле Она открывает рот А включает фонограмму Через мегафон Девочка Голосом завуча Зачитывает этот текст Необходимо обсудить с учениками Формы противодействия экстремизму В первую очередь Поддержать президента РФ В. Путина А почему не В. В. Путина Почему В. Путина Что за Фамильярность Что за ветреность Что за фамильярность Что за Брудершафт Такой заочный Что за наглость В. Путина Необходимо рассказать Что по статье 282 Пункт 1 Введение экстремистской деятельности Наказание до 10 лет Лишения свободы До 10 лет То есть если детям 15 У них есть шанс Посидеть до 25 А потом все равно отпустят А в 15 лет Какие они засранцы В хорошем смысле И если им сказать Что через 10 лет Отпустят Мне не скажут О так через 10 лет Отпустят Да клево Клево Может от армии Откос какой-то Наверное будет Да Они скажут Вот именно отпустят Может военный билет Не получать Участковые Уполномоченные Кавычки закрываются Участковые Уполномоченные Оставив свои Непосредственные обязанности Мобилизованы сейчас В Саратове Ну только в Саратове Больше нигде Посещать школы Колледжи Или колледжи Неважно И то и другое Техникумы И предупреждать ПЕЦ-состав Об ответственности В случае Если на митинге 12 июня Задержат их учеников Не знаю почему Я бы был ПЕЦ-состав Например Учитель физкультуры Я бы был В Саратове В Путин Пожалуйста А я с Доренко Они говорят А я с Доренко Если ваши ученики Будут замечены На митинге Мы вас накажем Я знаю что отвечу Участковым Я скажу Если вы заметите Хоть одного моего ученика Застрелите его Нахрен Ну все Ну правда Я же говорю Можно его застрелить Я буду просить Пожалуйста Еще отдельно Если я дам фотографию Некоторых Скажу Вот этих в особенности Застрелите Можно фотографию Причем постепенно Стрелять из ног Начиная выше Учитель Я серьезно Почему я должен Отвечать за этих идиотов Я спрашиваю Почему я отвечаю За идиотов В том то и дело Школы не имеют права Вмешиваться В жизнь учеников Вне школы Не знаю Это все компетенция Родителей Ответственность Понимаете Все что за территорией школы Не знаю Слушайте Значит Нет Запретами ригидность Власть в существе Ригидно Запретами ригидность Увеличится в разы Говорит Олешок Олешок Вообще все ригидные системы Проходят Проходят Некую точку невозврата После которой После которой Ригидность нарастает В геометрической прогрессии Понимаете Да То есть Ригидность В нарастании ригидности Есть точка невозврата И дальше уже Ригидность нарастает Понятно Да И она Приводит к хрупкости системы То есть Система становится Все более хрупкой Понятно Старшеклассникам сообщают Что у пришедших На митинг Будут не только проблемы С поступлением в вузы Но и с родителями У родителей Возникнут неприятности На службе Особенно Если это Работа в бюджетной сфере Если Родители Работают в бюджетной сфере В госструктурах Да О Слушай Это вот было В советское время Да Прямо все это Помню прекрасно Меня спросили Сразу Когда я приехал В Москву В 83-м году Меня спросили Почему я не остался В Париже Все были так удивлены Люди были удивлены Что я не остался В Париже Все нормально Меня собрали Выпускники Наши Выпускники Мы отмечали Что я вернулся В отпуск И мне все До единого Вытаращив глаза Говорили Сережа Ты полноценный Нормальный человек Я говорю В каком смысле Они говорят Ты же летел Через Париж Я говорю Да Надо было катапультироваться Там Нет-нет Я летел через Париж Я летел через Париж А вы там Пересадка была Так Азаза Жду прогрессу Я летел Конечно В Париже была пересадка На ангольские авиалинии Да Так вот слушай А Значит Азаза Жду прогрессу Они говорят Я говорю А что бы вы сделали Они говорят Мы Мы бы заперлись В туалете В аэропорту Шарль-де-Голь Мы бы кричали Полиция Полиция Просим политическое убежище Я говорю Мне в голову Это не пришло Мне в голову Это не пришло Честное слово Сергей Ну а сейчас Это все тоже есть Сгонять нам Но все мои сверстники Почему-то думали Что нормальный человек Если он в своем уме Он обязательно В Париже Попросит Политическое убежище Я Я думаю А я знаешь Что отвечал Я говорю У меня папаша генерал Папа генерал Папа Мон папа Как там это Мон папа Не ве па Чтоб я польку танцевала Ну так вот Значит Мон папа Не ве па Чтоб я оставался в Париже В советское время это было Так это и сейчас есть Почему я говорю Что мы помним Потому что сгоняют на выборы Там штрафы Если не пошел Должен фотографировать Бюллетень Чтобы проголосовал Поставил галочку В нужном месте Бюллетень не испортил Все хорошо Все это действие Посидим Да и все Денис врач из Самары Денис вас тоже что ли А Денис он врач Он хирург Ему требуют Чтобы он зашивал скальпель Тем кто ходит по митингам Мне кажется Денис здравствуйте 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 Ну я на самом деле Хочу сказать Что у меня знакомая Женщина Да Вот школа Самара Да Вы с Саратовым путаете Про Самару Все это прожужало Да На самом деле Там просто прошла Профилактическая беседа Да Чтобы аккуратно себя вели Там 12 июня Там никаких запретов То что Ну это новая газета Как всегда пишут Это с подачи нашего Ведущей Там это Определенного радио Есть такой Горный уход Да На самом деле Ничего там Такого нету Никаких запретов Все это фейк Все это Фейк Да Все понятно Все понятно Ну слава богу Ну слава богу Но про то что папа Папа должен отвечать За родителей Нам так же пишет Елена Искунцева Вне школы Отвечают родители Родители отвечают Конечно И я не остался в Париже В том числе потому Что мой папа Женихаль Я не могу О вас Обговорить будем отдельно Еще потом Вдобавок Я патриот Но это важная вещь Она Нет ну правда Ну почему Ну почему Действительно Послушайте Соевых вас погубит А кто меня выручит Может быть вы Напрасного этого не допускаете Вы знаете у меня талантливый Покровского рода Лев Евгеньевич Лев Евгеньевич Да да Лев Евгеньевич Я вашу бургундскую полечку Перепер на родной язык Воображаю Нет кроме шуток Лев Евгеньевич Перестаньте Костя Вечный Честное слово Лев Евгеньевич Получилось такое знаете Теплое воспоминание О бесправной юности Оставьте меня пожалуйста Я представил ее как диалог Сначала вспоминает девушка Мой отец запрещал Чтоб я польку танцевала Хорошо? Мне тоже нравится Лев Евгеньевич Потом вспоминает юноша И что же выясняется Он был в точно такой же ситуации Мой отец запрещал Чтоб я польку танцевала Как? Волшебно Он ее ободряет Он говорит Не хныч Я был в точно такой же ситуации Костик Объясните мне Чего она хочет? Кто? Маргарита Павловна Вас Вы ей нужны Это у нее в подсознании Понимаете Именно так выражается Ее потребность В мировой гармонии Ну это же Невозможно Ну Как знать Я же Все должны пересмотреть Покровские ворота Это точно то же самое Покровские ворота Обязательно Пора Пора Мом по паме Жиданце Лепулька Хорошо Пятая колонна троллит А вы ведетесь Какой же вы простодушный Георгий Я не простодушный Я просто знающий жизнь Я знаю жизнь Вот и все Я знаю жизнь И в этой связи Я очень хорошо знаю Что паскудство Провинциальное паскудство Оно Существенно Глубже Гуще Чем мы даже Можем себе представить Я отведал его Впервые Шокирующе По-настоящему Шокирующе В городе Лубанга На юге Анголы Я уехал туда Из столицы Я был столичной штучкой Я жил в Луанде Я жил в Луанде Как приличный человек Я купался У меня была Своя машина Такая Ну ВАЗ-2163 Вот И Я ездил По пляжам И вдруг Я уехал В Лубанга Нелегкая судьба Заслала Нелегкая судьба Переводчика И там я познал Горечь Вот этого Провинциального Паскудства Настоящего Со мной работали Люди из Беларуси В основном Вся бригада Состояла Это было Обучение Трактористов Значит Энгренажи Энгренажи Это коробка передач Я выучил там Такие слова Ну так вот Слушай Обучение белорусскими Специалистами И украинскими И украинскими Наш руководитель Был из Белой Церкви Он был украинец Из Белой Церкви Ну там много было Тоже из Белоруссии Тоже много было Специалистов Смиловича Смолевича Гомеля Смиловича Смолевича Еще это Борисов Ну там вот такие были Они говорили Тудой Сюдой Ты иди сюдой Иди туда Нет-нет-нет Идешь туда И берешь Энгренажи Еще что-то Я Я познал Все счастье Я же рассказывал Эту историю Когда в честь меня Было устроено Построение Помнишь Они били Нет Вы все рассказывали Но не мне Нет Ботинками бил Виктор Виктор Бил ботинками По босым ногам Негритянских подростков Чтобы они построились ровно По пальчикам ног Бил ботинками Ужас Ужас Подравнивал тогда Подравнивал Подравнивал Они ровненько становились После чего Он кричал Им по-русски Здравствуйте Товарищи Весь хор 200 Африканских подростков Отвечал Здравия желаю Вот так Потом он им кричал Как дела И 200 Голосный Хор Африканских подростков Отвечал Как легла Так и дала Ну это было такое Он их так обучал Каждое утро Каждое утро Это была обязанность Ангольских подростков Вот я там Познал столь оглушительную Провинциальность Какой никогда Больше жизни не видел Какой никогда Больше Понимаешь Поэтому Омерзение Которое я испытываю От провинциальности Я его иногда Обновляю Это нужно Это обязательно нужно Это нужно как раз Царапать старую рану И полить туда уксуса Понимаешь Чтобы ненавидеть Это Есть немножко желчи Помнишь этого героя Героя с 36 стратагем Который ел немножко желчи И спал на сучьях Спал специально Чтобы Не забыть боль Не забыть боль Не забыть боль провинциальности Я Все Ем немножко желчи Или отправляюсь В какой-нибудь хопер Этот самый Урюпинск Вот что-нибудь Такое мерзкое В хорошем смысле Безусловно Чтобы обновить эту боль Вот а теперь Надо не доехать Можно читать Чистая болеводная Чистая болеводная Новости Внимание Внимание Говорит Москва Девяносто четыре И восемь 10 часов 30 минут Столица В студии с новостями Антон Кравченко Здравствуйте Великобритания не будет делиться с США Сведениями о теракте в Манчестере Об этом сообщает телерадиокорпорация BBC Ранее глава британского МВД Эмбер Ратт Заявила, что утечка информации о расследовании Вызвала у властей раздражение Лондон сделает все, чтобы этого больше не повторилось Пример Великобритании Тереза Мэй Намерена выразить президенту США Дональду Трампу свою беспокойность По поводу утечки данных в американские СМИ Речь идет о фотографиях улик С места преступлений Опубликованных в газете New York Times Напомню, теракт в Манчестере Произошел в понедельник вечером Во время выступления американской певицы Арианы Гранде Взрывное устройство в действие привел террорист-смертник По последним данным погибли 22 человека Около 120 получили травмы Несколько подростков считаются пропавшими без вести В крупном ДТП в Новгородской области погибли 6 человек Среди жертв аварии пятер украинцев Начальник группы информационного обеспечения Деятельности МЧС по региону Александр Куликов сообщил агентству ТАСС Что сейчас спасатели ликвидируют Последствия произошедшего В районе населенного пункта Красные Станки Произошло лобовое столкновение легкового и грузового автомобиля В легковом автомобиле погибло 6 человек Водитель грузового автомобиля не пострадал На место происшествия работает начальник главного управления ЧС России По Новгородской области Полковник внутренней службы Гавкалюк Богдан Васильевич На базе главного управления ЧС России По Новгородской области Развернут межведомственный оперативный штаб Подразделение функционирует в режиме повышенной готовности Консул Украины подтвердил, что А в ДТП погибли граждане страны Сейчас выясняются причины и обстоятельства аварии В Брюсселе стартует самый короткий за 10 лет саммит НАТО Заседание Альянса займет около 9 часов При этом большая часть времени будет посвящена Различным торжественным мероприятиям Включая открытие новой штаб-квартиры И двух мемориальных комплексов Единственная рабочая сессия саммита Пройдет в формате делового ужина Продолжительность около 3 часов С трехминутными речами выступит генсек НАТО Йенс Толтенберг И лидеры всех 28 государств членов Альянса Предполагается обсуждение таких тем Как увеличение расходов на борьбу с исламским государством Напомню, эта организация запрещена в России И теракт в Манчестере Перед саммитом Столтенберг заявил Что участники обсудят и взаимоотношения с Россией Криштиану Роналду За неуплату налогов грозят Штраф и теренные заключения По сообщению западных СМИ Футболист с 2011 по 2013 год Уколонялся от госвыплат В результате чего казна недосчиталась В 8 миллионов евро Отмечается, что сейчас в налоговой службе обсуждают Были ли действия спортсмена налоговым преступлением Или административным правонарушением Если действия Роналду признают административным правонарушением То он будет обязан выплатить штраф Равный сумме ущерба В противном случае он может сесть в тюрьму Сроком до 4 месяцев По одному месяцу за каждый фискальный год В завершении выпуска информации о курсах валют Доллар на сегодня 56 рублей 27 копеек Евро 62,92 И о погоде в эти минуты в Москве Плюс 18 в течение дня облачно На синоптике обещают небольшие дожди Характер погоды существенно не изменится Таковы главные темы К этой минуте Антон Кравченко Говорит Москва Реклама В Эльдорадо скидки всегда появляются вовремя В этот раз на неделях Самсунг Намек поняли? Делайте покупки и получайте скидки на технику Самсунг Пылесос Самсунг с турбиной Анти Тенгл Всего за 6 699 рублей И скидка до 50% по акции Подробности в магазинах Эльдорадо Только по 21 июня Эльдорадо Качество по лучшей цене Телефон рекламной службы 737-8747 Код 495 Гудошника Гудошкин Вот и Гудошкин Молодой Сиди работай в Москве Все, поши У меня есть практика в этом плане Посидеть нормально Потрещать Гудошкин Ты нужен Ты в Москве нужен Ты молодец Чего вообще такое творит? Программа Алексея Гудошникова По будням Все верно, да Я вас слушател Писал Девнее писал Ну вот Сейчас слушай радиус Сейчас просили Звонить Вот и звонил Спецслужба Позвоните, пожалуйста 7373-948 Попробуем проанализировать Вообще отношение к терактам В принципе Алло, добрый день Выискать службу Да Да, не просто У него отношения Давайте спросим Правда МГУшники Что? МГУшники? Где вы? Мы с вами никакого отношения Где вы? МГУшники Позорники Алло, добрый день Здравствуйте Профессор МГУ Владимир Михайлович Японова Владимир Михайлович Я Все, что я сказал Аннулируется Теперь, когда мне стыдно Ну и так далее Расскажите Нет, есть два вопроса Про Ломоносова И про рейтинг Радио «Говорит Москва» На связи с теми Кто в курсе Право знать Говорит Москва На правах рекламы В курсе дела Спонсор программы ООО «Стелмос Д» Вода Как много в этом слове Для сердца русского слилось Как много в нем отозвалось Как не переиначивай классику Она всегда звучит актуально Действительно Россия Страна с самыми большими запасами Питьевой воды на планете И здоровье наше В основном Зависит от своевременного приема воды Да-да Не удивляйтесь Оказывается Мы слишком мало пьем воды Отсюда избыток сахара и холестерина И, как следствие Сердечно-сосудистые проблемы Плохой обмен веществ И многое другое Появляясь на свет Человек на 90% состоит из воды А к старости Только на 65% При дефиците воды в организме Начинает сгущаться кровь Хуже снабжаются питательными веществами клетки Почти перестают выводиться вредные вещества Мы закисляемся И заболеваем Поэтому воду необходимо пить постоянно Это самый ценный продукт для организма Но неужели нам способна помочь Обычная вода? Спросим у генерального директора компании Стелмос Д Александра Назарова Нет, конечно Вода нашего организма Значительно отличается от той, которую мы пьем Кислотность нашего организма равна 7,3-7,4 единицы Мы же в основном пьем кислые воды и напитки И значит нам нужна вода, которая была бы максимально близкой По своим свойствам к воде организма Чтобы ему было проще работать Очень близка к воде организма Активированная вода биовита Ее кислотность равна 7,4-7,5 единицы Значит она не допустит закисления Она максимально быстро поступает в кровь Разносит питание И выводит вредные вещества А еще эту поистине живительную воду Можно применять наружно Биовита помогает в быстром заживлении ран Ушибов, ожогов Значит при питье Те же процессы происходят и внутри организма Биовита содержит суточную норму кремния Элемента молодости и эластичности сосудов Биовита поможет почистить сосуды от холестерина и кальция Увеличит кровоток Добавит энергии Вы просто будете здоровы Добавлю, что заказать активированную воду биовита Вы можете по телефону 8 800 100 15 15 И на сайте Вода биовита не является лекарственным средством Это артезианская вода Подарок природы из источника Тульской области Треть проверенного кваса в России Оказалась газировкой с добавками Понятно? Я читаю, а я так и знал А я не сомневалась в этом Треть кваса, продающегося в российских магазинах На самом деле газированный напиток За вкусом кваса Исследование провела неправительственная организация Роскачества Никакого там нет брожения квасного сусла Это вообще просто концентрат какой-то А кто-то в это верил, что ли? Я верил Что там концентрация сусла? Когда ты пьешь квас И за ним потом уже в конце вытекает какая-то мерзость такая Пена такая Не пена, а наоборот, как кашка Кашка такая беленькая какая-то Кашка вытекает Когда они беленькая бывают Серенькая какая-то такая кашка Лучше, чтобы опарыши тоже еще были Они вытекали, чтобы опарыши Ты пьешь, и в конце уже, когда Вытряхиваешь в кружку опарышей Вот так Выбиваешь, они такие Пум-пум-пум-пум Чего? Слушай А в квасе всегда опарыши Ты не знала об этом? Знаешь, когда бочки квасные чистят Сколько нам опарышей? Не надо Она не знает Не знаю, мы делали дома квас, никаких опарышей не было Значит, надо было их где-то одолжить А как вы без опарышей квас делаете? А что они... Какой процесс... А какую часть ферментации они принимают? Ну, они там какают как-то специально Маль, подожди, ты мне привезла же Ты же мне привезла выкаканная кофе Левак, я вам привозил Она говорит, расскажи про это А я была в Вьетнаме Специальные барсуки гадят кофе Вот это пейте, все она мне дала Не, ну там, извините, это мыли В общем-то промывали И на самом деле они достаточно такими стерильными какашками Вот тебе специалист по квасу, пожалуйста Если тебе расскажет, откуда берутся опарыши Да, прошу вас, здравствуйте Алло, да, Сергей, привет Здрасте Здрасте У меня друг занимался квасом Да Он мне говорит, что в любом случае Никогда не пей квас, который продается на улице Потому что пей бочки Он еще с бочек начинал Бочки, правильно, да Он говорит, что на солнце Мы просто привозим, заливаем туда квас Ты представляешь, что там за день творится Там опарыш и это И не всегда мы это сливаем и убираем Поэтому никогда Ну про опарыши же правда же или нет? Правда, правда Да, абсолютно Он мне даже показывал Что бочка полностью Там бочка на 5-7 сантиметров внизу опарыши Ну про 10 градусов до горы летом То есть там, говорит, как на дне остается И это все превращается именно в вот эти бактерии опарыши Конечно Спасибо вам огромное Спасибо, спасибо Ну я Ну конечно, ты же пьешь все это и пожалуйста А, опарыши потому что опара Я теперь поняла Опара? Опара это же от теста опарова Это то, что бродит Ну как бы отображения Да никакие Слушай Я пытаюсь понять Как там опарыши Мы пытаемся Мы пытаемся делать Два разных Две разные вещи Я пытаюсь Учить тебя жизни А ты пытаешься Уйти от этого Уклониться Да, да, да Я понимаю Википедия Википедия Нельзя Потому что это не настоящий квас тогда К чему снятся опарыши? Опарыши Нет, уже Сон про опарыши Пожалуйста У вас у всех сегодня будет сон про опарыши Внимание Если приснились опарыши Это недобрый знак Посланный вам высшими силами Будет что-то низменное Подлое и примитивное Как квас Сны, в которых присутствуют эти паразиты Предупреждают о трудностях И случаются они быстрее Чего вы можете ожидать Ваши недоброжелатели Строят далеко идущие планы Которые призваны испортить вам жизнь Чтобы избежать серьезных проблем Следует поменьше болтать И делиться своими планами С посторонними Понятно? Опарыши означают Что против вас Использованы будут ваши же промахи Понятно? Я пытаюсь закрыть картинку телефоном Прочитаю, что опарыш Питается несвежим мясом и другими продуктами При условии, что процесс ферментации уже прошел В лабораториях условия Поэтому он идет в квас Поэтому он в квас и идет При благоприятных условиях Проводит 10-15 дней в виде личинки После чего превращается в муку Кто превращается в муку? Сам опарыш? Простите, в муху А в муху Я думал, в муку все-таки При неблагоприятных условиях Погружается в анабиозное состояние Теперь не тот пошел опарыш Говорит 607-й Не тот пошел опарыш Если вам снится опарыш Говорит Сергей Который тоже разгадывает сны Значит, это символ На самом деле фаллоса Чтобы вы знали Хорошо, спасибо Никогда не пил кваса Теперь в особенности не буду Опарышами в народе Кормят свиней Опарыши смахивают В свиные кормушки И они с огромным удовольствием Их поедают Это белковые Можно выйти? А потом ты ешь свиней Можно выйти, пожалуйста А знаешь, кому их дают? Куром Курей кормят опарышами А как же Ну не пропадать же добру так Нет, ну хорошо, ладно То, что птичка может съесть червячка Назовем их так Личиночку Это ничего Так, все проблевались Все хорошо Поехали дальше Все, меня успокоили Что опара к опарышам Никакого отношения не имеется Все хорошо Студенческий омбудсмен Омбудсмен Студенческий Высшая школа экономики Вышки Это уважаемая Очень уважаемая И highly selective School High school Высоко Высокоизбирательная Туда трудно поступить Да, я знаю А главное, знаешь Что мне говорят Поступить туда нелегко В вышку Но еще идет Серьезный отсев Первые полгода После первого Да, после первой Сессии Серьезный отсев идет То есть Нелегко подступить А уж когда поступишь Нелегко удержаться Так что мы с огромным Уважением Относимся к вышке Уполномоченный По правам человека Нет, по правам студентов Это важно Это отличие от человека НИУ ВШ Андрей Буханцов Объявил о решении Покинуть пост После критики Со стороны Сверстников Омбудсмена Обвинили В гомофобии За сравнение Митинга Против сноса Пятиэтажек В Москве С гей-парадом Трансляции Заседания Студенческого Совета Вело издание ДВШК Перед Отставкой Омбудсмен Напомнил Что в правилах ВШ присутствует Норма По которой Его можно Заставить Уйти Если он В состоянии Исполнять Можно Заставить Уйти Если он В состоянии Исполнять Свои обязанности И так далее Буханцов Рекомендовал В качестве Приемника И так далее И так далее И так далее Значит Вопрос На самом деле Вопрос На самом деле В том Что молодежь В том числе Студенты Относятся К гомофобии Негативно Это хорошо Это хорошо Или плохо Это очень хорошо Наконец-то Хотя бы молодежь Относится к гомофобии Плохо Я не знаю 7373948 Смотрите Смотрите Значит Для меня Для меня это Для меня это новость Для меня Это интересно Я знаю Что Не первый раз Я сталкиваюсь Почему я обратил Внимание на эту публикацию Я обратил Внимание на эту публикацию Потому что Это не впервые Позвоните Пожалуйста Студенты Студенты А может быть Педагогический состав Это плохо Пишет Джей 7373948 Алло Здравствуйте Слушаю вас Здравствуйте Здравствуйте Вы студент Или педагогий Я бывший студент Но я Перестал быть Гомофобом Так скажем Ну это интересно Скажите Ну там Его Он допустил Некорректное С точки зрения Студентов Высказывание Его заставили Подать в отставку Вы знаете Вообще Мне сложно В это верить Мне кажется Там была Другая причина Другая Думаете Да Какая-то Возможна Потому что Ну вообще Гомофоб Наш Соответственно Наш соотечественник Россиянин Обычно Это как бы Равно Так вот Почему я перестал Быть гомофобом Потому что Мне однажды Сказали Что психологи Серьезные люди Мне сказали О том Что если ты гомофоб Значит где-то Внутри это сидит И значит Если это где-то Внутри сидит Значит Это может Вылезти Не в тебе А в твоем Ребенке И так как Я был Готов Стать отцом К тому времени Правда У меня дочка Родилась И вы знаете Я абсолютно Естественно Не то что Я испугался Что у меня будет Ребенок Голубым Или каким-то Не важно А просто Как бы В этом есть Суть В этом есть Суть Поэтому Вы знаете Те кто Сломя голову Осуждают Вот эти вот Нетрадиционные Меньшинства Значит Внутри Они боятся Нет Конечно боятся Нет Во-первых Любой мужчина Говоря С презрением О меньшинствах Безусловно Примеряет на себя То есть он думает Как бы это Входило в него И так далее Понимаете Да Я понимаю Это значит Что он в сущности Экстраполирует Эту ситуацию Он экстраполирует Эту ситуацию И он конечно Ее осязательно Проживает То есть каждый раз Говоря с ненавистью О меньшинствах Он осязательно Проживает Вхождение В него Вхождение В него Этого Нефритового стержня Назовем Ну или если Это женщины То это может быть Как бы Да Ну женщины Женщины в меньшей степени А то есть Вы не боялись Что ваши Вы сказали Вот у меня родилась дочка И все в порядке А девушки тоже могут быть Лесбиянками Вы знаете Вы знаете Дарья Вот Как то вот это Меньше пугает Все таки мне кажется Женщинам это более Свойственно И все таки я так как мужчина Я вижу красоту Двух женщин Как то меня это больше Пугает Хотя я Прекрасно мозгом Понимаю Что это Одинаково Неправильно И то и другое Значит вы остались Гомофоб Подождите Ну вы значит Остались гомофобом Получается Нет вы знаете Я одновременно Перестал ненавидеть геев И к ним приставать Все всячески Издеваться Издеваться Понятно Ну не то что издеваться Что значит Издеваться Ну оскорблять Да называть Нет не оскорблять А троллить Так скажем И я перестал одновременно Бить бомжей Которые вечно покушаются На мой подъезд Я стал их подкармливать Там и так далее Вот у меня в один момент Перенебил Вот как-то я поменялся Вот когда женился Да До того как женился Я бил бомжей И ненавидел геев Слушайте Как много Как много происходит Женитьбы Нам звонил парень Нам звонил парень Который говорил Что он раньше ездил Все время на мотоцикле 180 А как женился Стал ездить 140 То есть Я вообще мечту Похоронил Быть мотоциклистом Когда я женился Вот видите Как много хорошего Происходит в жизни Много хорошего Спасибо Спасибо вам большое Я хочу сказать 140-180 Это в принципе Небольшая разница Вот если бы он 40 ездил Что это? Что такое? Почему он так медленно поет? Что такое? Но я хотел вам на бабу Нас на бабу променял Это же главное Конечно, да Нас на бабу променял Конечно Хорошо, слушайте Странный персонаж Говорит 12-й Про радиослушатели Но почему странный персонаж? Не знаю А я вот женился А я вот женился И стал ездить 200 Говорит он же Видите, как противоречиво На вас это сказалось Это никакое не экстраполирование А здравый смысл Хорошо Давайте говорить не о гомосексуалистах А о молодежи Все-таки мы говорим с вами Не о гомосексуалистах Мы говорим с вами О молодежи Понимаете? Молодежь А если верно То, что пишет Уполномоченный по правам студентов Это Ти-Джей Мы читаем в Ти-Джей Уполномоченный по правам студентов НИУ, ВШ Андрей Буханцов Объявил о решении Покинуть пост После критики Со стороны сверстников Его обвинили в гомофобии Его обвинили в некорректных шутках Связанных с гомосексуалистами И он покинул свой пост Вот смотрите Вы же понимаете И сами приняли поправки Его прямая речь Насколько я понимаю Читаю по Ти-Джей По которым снять меня невозможно Если эту процедуру инициировать Она будет проведена уже после того Как я выпущусь из высшей школы экономики Я прекрасно понимаю Что есть часть избирателей Которые настроены против меня С одной стороны Мне хочется устроить войнушку Потому что у меня есть Юношеский запал И максимализм Азарт С другой стороны Высшая школа экономики Стала вторым домом Где мы не должны устраивать войну А должны как-то улучшать жизнь Другим людям И он подал в отставку И ушел Потому что его сверстники Обвиняют его в гомофобии Скажите пожалуйста Если юношество Если юношество Относится к гомофобии Вот настолько негативно Это хорошо или плохо? Это хорошо или плохо? Голосование? Нет, нет Давай просто поговорим Алло, здравствуйте Слушаю вас Сергей Леонидович Дарья Кирилловна Еще раз добрый день Владимир Владимирович Здрасте Да, пожалуйста Значит Смотрите какая история Я из разряда Вечных студентов Да Сейчас тоже в том числе Я считаю Я считаю Я считаю Что я во-первых Гомофобом не был И не являюсь Абсолютно Никогда Давайте о разряде О населении Говорить О людях О слое Да Ну вот Знаете Что у меня В последнее Некоторое количество Времени Стало Не то что напрягать А Как-то я так Не то что удивляюсь Но в общем Определенное внимание На это обращаю Вообще Тема гомофобии Геев И прочего То есть Она настолько Она не столь Актуальна Сама по себе Сколько ее Насильно Поднимают Так скажем Вот я прям Вот это А кто ее поднимает А кто Кто В том числе Простите пожалуйста Великодушно Вы Ну в смысле Не вы конкретно А вот Вы понимаете Да Я имею ввиду Журналист То есть Читаешь Заголовки Где-то Да Можно 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 Оправдаться Попытка Оправдания Дело в том Что мы Мы обращаем Внимание На сколько Нибудь Значимые Нерутинные События Понимаете Условно говоря Мы не можем Сообщать о том Что вы Вадим Владимирович Помыли руки Ну это Это рутина Это рутина Рутина Это рутина Рутина А если вы С вашего решения Выпрыгнете из окна Мы об этом сообщим Потому что это будет Нерутинное событие Нерутинное Понимаете Да Я думаю Если я выпрыгну из окна Вы даже об этом не узнаете Узнаем Если вы останетесь в живых И все это Наоборот Спляшете Спляшете Потом на тротуаре Это будет Безусловно Событием Или в полете Да Об этом даже По телевидению расскажут Значит Значит смотрите Мы обращаем внимание Дальше Мы обращаем Обязательно Внимание У вас есть секундочка Мы обязательно Обращаем Обязательно Обращаем внимание На деятельность Так называемых Ньюсмейкеров Людей значимых С точки зрения Медийного поля Ну такие Они завоевывают Эту значимость В силу поста Своего поста Условно говоря Если бы Трамп Просто пришел сюда В студию И сказал Здравствуйте Просто здравствуйте То это стало бы новостью Всего его положения Всего его положения А если вы скажете Здравствуйте Мы об этом ничего не скажем Потому что нам плевать на это Понимаете Ну абсолютно Вам плевать Но смотрите Как Если весь Если весь Значимый Медийный Класс Значимый Медийный Класс Начинает Говорить Постоянно О гомосеках А он Это и делает Непрерывно Включая То нам Ничего не остается Как об этом Рассказывать Ну так Сергей А говорит Об этом Кто Вот смотрите Вспомните Тему Политический Политический Класс Политический Класс России Говорит Об этом Непрерывно Ну что Нам делать Ну вот смотрите Сергей Ну помните Тему Геев из Чечни Вот прошу прощения Ни в коем случае Стали все реагировать Значимые Медийные люди Это было сначально Сначала А потом А потом Меркель Стала реагировать Она тоже Значимый персонаж И так далее То есть это все время Неслось Мы нигде не грешили Против профессии Мы все время Шли четко Есть более мелкие Темы Которые Я ни в коем случае Не претендую На объективность И прочее Которые В этой же Вот связи В связи Гомофобии И прочего Их можно обходить Они Ну вот Действительно Я вижу Вот именно Муссирование Эти А я А я вижу А скажите Что я вижу Я вижу персовой компьютер Слева от меня Который кипит Пятью-десятью Звонящими людьми Пятью-десятью Звонящими И еще Столько же Потому что вы же поднимаете Нет-нет-нет Потому что Присловие Присловие Вот я Можно я скажу вам Присловие Присловие Гомосексуалист Сталин Сталин Еще какие слова есть Кавказец Раньше был Сейчас уже нет Украина Украина Есть слова При которых все Встают Как зомби И начинают что-то кричать Как бешеные Здесь слова Которые всегда Вызывают реакцию На эти слова Надо нажимать Если эта кнопка Вызывает реакцию Почему не нажимать А реакцию вызывают В том числе Почему Это замкнутый круг Сергей Ну да Ну да Ну нет Ну нет Ну нет Я вам скажу В 2008 году Самыми 2009 еще Году Слова Вызывали Реакцию Например Полиция Она была Очень негативным словом Полиция была негативным словом И кавказцы Слово Кавказцы и полиция Были ультра Негативными И даже мы проводили голосование Кавказцы и полиция К кому вы более негативно относитесь Сегодня я вспоминаю об этом с улыбкой Потому что сейчас это никого не парит Никого А вы сейчас об этом не говорите Сергей Никого не парит Никого не парит Кто генерирует в поле Вот вы конкретно Нет Танцующие Танцующие с ножами Всевозможные люди в центре Москвы Генерировали А не мы Ничего подобного Значит слушайте меня Повестка меняется Во-первых она меняется Она существенно меняется Если вы вспомните самих себя Самих себя Совсем недавно Вы обнаружите Что есть вещи О которых вы вообще не думали Вообще не думали В 2009 году Главными словами Были Кавказцы и полиция Не любовь к полиции Не любовь к полиции Была Мы проводили здесь В программе Подъем Голосование Да О симпатии к полиции Доверие к полиции Симпатии к полиции И давали вам взятку Значит мы начинали Начинали С доверия к полиции Если я не ошибаюсь С трех процентов Может быть трех Может быть четырех процентов Трех или четырех процентов Полиция была Слово ненавистное Само слово было ненавистное Значит постепенно Доверие к полиции росло Сделалось 8 11 12 14 процентов А затем Когда-то было и 18 Однажды в нашем голосовании Мы поняли Что поскольку доверие К полиции Выросло в разы Эта тема Больше неинтересна Ну неинтересна она Потому что Полиция Становится все более Уважаемой Ну и фиг ли тогда Об этом говорить Ну нормально Они нормальные Стали нормальные Че нам говорить О нормальностях Дальше Кавказцы Кавказцы Участвовали там И сям И болельщика Спартака И чего-то Кого-то били Зарезали Убили Опять убили Опять стреляли Опять свадьба Опять стреляли Загородили дорогу Из Домодедова Еще кого-то убили Опять стреляли Украли Еще Эта тема снята Ее больше нет Ее больше нет Поэтому Вы 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 Обратите внимание Как меняется повестка Она меняется И А сейчас А сейчас Люди включаются на слова Гомосексуалист И Сталин Сталин и гомосексуалист Это Два ключевых слова Все остальные слова Меньше на вас действуют Ну что нет Да В движении Подъем В движении Шесть баллов Москва плохая Бульвары плохие Садовое кольцо ужасное Третье транспортное кольцо Совсем Помаленечку Где-то едет Но не сильно Понятно Да Центр чудовищный Сюда не надо ездить Пожалуйста Избегайте Этого по возможности Мы пойдем И проживем его Этот четверг 25 мая Подъем Внимание Внимание Говорит Москва 94,8 11 часов Столица В студии с новостями Антон Кравченко Здравствуйте При хлопке газа На нефтебазе В Ленобласти Погибли два человека Об этом сообщает Агентство Реановости Со ссылкой на свой источник В экстренных службах региона Также есть информация О двух пострадавших Отмечается Что причиной взрыва газа Стали газосварочные работы После хлопка Начался пожар Его площадь составила Порядка 10 квадратных метров